Ну что, добрый вечер, наши дорогие радио- и телезрители. Я уже не знаю, как называть людей, которые сегодня рискнули быть с нами онлайн, дождались этого невероятного часа. Час чей день, да и полная же у нас называется прямой эфир. И у нас в гостях долгожданный, талантливейший из ныне живущих человека Андрей Лан. Здравствуй, Андрей. Сказала бы я, но не скажу. Здравствуй, Сергей. Здравствуй. Да, я тебя представлю в общих чертах людям, которые тебя не знают еще раз. Да, я заодно послушаю, что ты про меня думаешь. Вот я пыталась, знаешь, как бы в голове скомпилировать и подумать, как лучше тебя обозначить, потому что я не люблю каких-то шаблонных историй. Это для меня... Коуч-тренер, чтобы сразу половина в истории отключилась. Да, отключилась, но всего-то подключилась двое, понимаешь? Один человек встал и ушел. И остались мы наедине друг с другом рассказывать. Ну, почему бы нам не поговорить наедине? Согласна. Во-первых, ты актер, талантливый, очень яркий, харизматичный человек. Но для меня ты больше, скорее, не люблю слово «тренер», потому что оно какое-то заезженное, затасканное. И такое, знаешь, очень, можно сказать, опороченное, изнасилованное инфобизнесменами, которые, к сожалению, уже, наверное, сколько лет, 10, да? Сколько у нас? Ну, примерно, да. Лет 10, к сожалению, выпустили в пространство много таких амбициозных бестолочей, которые себя по скудоумию называют тренерами, хотя на это имеют... Нет, тренерами пусть называют, лишь бы тренерами не называли. Ну, вот, да. Спасибо, спасибо. Вечер боли и унижения продолжается, который начался у нас еще в шоколаднице. Спасибо, Андрей. Значит, да. Ну, прости, но это правда деформация, я учу людей разговаривать, поэтому еще периодически исправляю удаление в слова. Я знаю, но спасибо за попытку. Так вот, собственно, я... Это единорог, я понимаю. А, да, мы забыли представить, это наш талисман, единорог. Мы как люди вменяемые, взрослые, в этой кладке выбрали... Ну, я написал, что мы будем говорить про розового единорога, я же не могу обмануть телезрителей, поэтому вот мы про него уже говорим. То есть поэтому у нас у меня... Это не ваш талисман. Это не ваш талисман. Ты это и Григорий Сетнев вписался к нам на что только что. Дождь, дождь. Так, все, давай мы постараемся собраться и вырулим какой-то адекватный разговор. Вырулим на начало. Значит, ты актер и тренер. Для меня вообще что в понятие тренер входит? Это человек, который имеет дерзновение учить людей тому, что он, во-первых, сам знает и умеет. Человек, интегрированный в свою профессию. То есть если это, например, актер, то это не просто мальчик с улицы, который там вчера закончил университет, сыграл две каких-то странных роли и теперь пытается корифеям объяснить, как по системе Станиславского очаровый зритель. Это человек, который жил долгое время в своей шкуре, что-то понял, какие-то шишки набил, коленки ободрал и, собственно, вышел в штыковую объяснять людям, которые, может быть, знают чуть меньше. Ну, по разным обстоятельствам. Я бы даже немножко еще чуть-чуть конкретизировал. Это еще и набор навыков, потому что я помню на программе как раз тренинг тренеров, которые я имел честь вести один раз, мне прям стоило определенных усилий и времени донести до нескольких людей, что недостаточно быть просто экспертом в чем-то, чтобы называться тренером. Нет. Это ты в чем-то эксперт. Но помимо этого у тебя еще есть набор навыков и ремесленный, определенным образом вот эту информацию, эту экспертность свою структурировать и дальше определенным языком, потому что тренерство – это язык описания определенный, посредством этого языка работать с аудиторией и не просто учить, потому что, ну, строго говоря, есть педагоги русского языка и литература есть. Что такое? 133. Да-да-да-да-да. 133. А, очень хорошо. Что это? Я не знаю, но... Что это? У нас 133. Да. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Не просто учить, потому что учат, в принципе, и учат педагоги в школах, и в университете, а сделать так, чтобы человек научился. И это два разных процесса, с моей точки зрения. А скажи, пожалуйста, вот, допустим, с твоей точки зрения, тренер должен обладать какими моральными качествами и чего он не может делать, в принципе? Вот если ты обучаешь кого-то, через какие бы вещи ты не переступил? Ну, есть какие-то, наверное, совсем общепринятые вещи, типа не переходить на личности и не... по возможности не травмировать человека психологически... Вот, я просто почему-то... ...в том смысле, что... Ну, тоже сложная история. Это опять к вопросу о ремесленных навыках, потому что если ты профессиональный тренер именно, то у тебя есть хотя бы базовое понимание о том, чего как раз в морально-этическом смысле делать нельзя. Не потому что там плохо или хорошо, а потому что при условии, например, твоего неэкологичного обращения с участником, у тебя человек не научится просто, и все. А ты ни разу не встречал великовозрастных дяденек лет эдак 50, которые преподают уже лет 30, и при этом они не то что неэкологичны, они вредоносны? Ну, встречал, к сожалению. Понимаешь, да? И у тебя наверняка было в опыте, когда ты сам приходишь на какой-то тренинг, заявленного некого эксперта, и ты читаешь его сертификаты, и ты слышишь некие отзывы, и тебе говорят, слушай, это вообще был прорыв, и у меня это стрельнуло, это классно, это действительно какой-то там замечательный, потрясающий. В кавычках Энтони Робинс. Ты идешь и понимаешь, что тебя человек в процессе начинает просто не то что рвать в клочья, а демпинговать и опускать при группе, просто потому что там ты условный раздражитель, алифа самец, или он чувствует, что ты знаешь больше. Понимаешь? Ну, более того, у меня были такие ситуации. Одна история, тоже тонкая здесь, конечно, история. Есть ребята, которые практикуют всякую провокативную терапию, провокативный подход, и в некоторых редких случаях иногда это работающий прием. Вот смотри, у нас была ситуация с Танькой Мужицкой, у которой я учился и которую я обожаю, это для меня, вот в смысле мастерства тренерского, наверное, один из топов вообще. И у нас была одна ситуация, где-то в сибирском городе, я сейчас не вспомню, когда в третий день тренинга на школе игры... В Сочах. Ну, не в Сочах, ну, где-то, да, в Сибири, по-моему. На третий день тренинга школы игры, после одной очень глубокой практики, когда группа там просто делится инсайтами, в слезы рассказывают, люди взрослые просто очень трепетно, очень интимно рассказывают о каких-то очень трогательных вещах, и вдруг в какой-то момент встает человек, говорит, а вот кто там сказал, я почувствовал себя сукой, говорит женщина со слезами на глазах. И встает в зале человек, говорит, а вы знаете, что слово сука этимологически? И начинает читать лекцию словаря Ожегова, значит, о чем и интерпретировать, как ему кажется, про что вообще здесь было слово сука. Танька так изменилась в лице, наклонилась вперед и сказала, я тебя сейчас хуй выгоню отсюда, если ты, скотин, еще раз посмеешь мне здесь. И дальше длинный был вот такой монолог. То есть, смотри, сейчас важная штука, прости, прости, прости. Да. Если бы это произошло, если бы это было просто ради того, чтобы человека оскорбить и заткнуть, это была одна история, это был бы не профессионализм, оскорбление и так далее. Да. В данном конкретном случае это был единственный способ защитить группу от одного человека, который сейчас ломает просто общую динамику и ломает очень важный для остальных людей процесс. Поэтому тут вот... Слушай, согласен, нет, послать на тренинги человека находит вообще наше любимое дело. Мы начинаем с этого тренинга, мы идем заканчиваем. Я говорил, мой учитель Фрэнг Фьюсерик, это моя игра, играть вы здесь будете по моим правилам. Да, это вместо добрый вечер, до свидания. Да, да, да. Я согласна, слушай, когда в группе попадается человек странный, либо провокатор, либо просто какой-то токсичный персонаж, который расшатывает всю группу и тебе вообще уродует динамику, то, конечно, начинается абсолютно хардкор. И ты должен человека оградить, тем более, когда все раскрылись, и когда все вот такие вот, знаешь, без своих лориков, сегментатов, беззащитные, вылезли из панциря, и кто-то тебе жестко колет рапирой в животик, конечно, ты должен дать леща и немедленно человека изолировать, потому что это вообще некорректно. А я-то имела в виду именно великовозрастных таких метров, которые с высоты... Потому что это всегда, знаешь, такая очень странная история. Ты приходишь, оно же у нас на уровне прошивки. Мы со школы привыкли, что есть некий учитель, и он стоит на пьедестале. Мы приходим в качестве учеников, мы слушатели. Это такая гипнопрограмма. Ты в трансе, сидишь и записываешь. И человек фактически... Тебя сушивают. Да, и ты отдаешься временно в добровольное рабство. То есть что тебе человек вложит в голову? Это хорошо, что ты критичный, допустим, персонаж шлевополушарный. Ты какие-то вещи можешь отсеять, осознать и сказать, что вот это мне надо, это мне не надо, это я возьму, это я не возьму. Ну, как на рынке фактически, да, такой шведский стол. А приходит, если беззащитный персонаж открытый с глазами олененка Бенби, ему накидывают какие-то вредные вещи. И при этом еще, вот опять же, ты затронул важную тему, да, провокативная терапия. Это же жесткая очень история. Когда приходит 5000 женщин там выйти замуж за миллионера, и преподаватель говорит, а теперь совсем лопат. А теперь берем огурчики. А теперь берем огурчики. И вы знаете, что делать дальше. Аллилуйя. Ну, это же просто абзац. Это полный абзац, конечно. И, ну, тут как бы, если человек не понимает, что он в этот момент делает, это тоже, конечно, преступление, но чуть в более мягкой форме. Если человек делает это сознательно, то это вообще хардкор полный. Но эти люди для меня, они у меня проходят, в общем, в лучшем случае, как дилетанты преступные, а в худшем случае, как просто, ну, вот, действительно преступники. Потому что примерно такие же чувства я испытываю, когда я слушаю историю, там, про свою мельменную школу, когда я вижу какие-то эпизоды, когда там знакомые рассказывают о том, что происходит в школе, в университете, что позволяет себе педагоги по отношению к детям, например, или свои какие-то ситуации, вспоминаю в этом смысле. Там тоже много волшебства всякого происходило. А у тебя было много волшебств? Ну, я отучился в жизни в четырех школах, последняя, и у меня поэтому был большой опыт общения с педагогами. Там были разные тоже люди. И, конечно, я теперь уже, ну, то есть, какие-то мои собственные зажимы, где-то комплексы ограничений, я плюс-минус понимаю, откуда они взялись. И какой-то мариван, ни в какой момент можно сказать спасибо за это дело, да? Плюс есть еще, конечно, вот этот набор учительских штучек, вроде, ну, какие у нас есть эти самые популярные-то штуки, что смотри на доску, я сказала! Ну, да, потому что самый умный здесь. А Ивануф прыгнет, ты тоже прыгнешь? Да-да-да. Смотри на доску, дебил, я сказал! А человек сидит, например, ученик с киностатической ведущей, репрезентативной системой, ему вообще то, что ты на доске и пишешь, ему ни о чем. Он вообще не понимает, что это за цифры. Ему надо, чтобы он походил, потрогал, ему нужно, чтобы он ручками как-то... А за счет того, что этому нигде не учат, это то, что называется там, да, базовые коммуникативные навыки, основы NLP, там, и так далее, и у нас же, ты что, NLP, это же сейчас это... Вы что, манипулировать нами будете сейчас? Это же у нас вот так. То поскольку на уровне педагогического образования... Шарамлыжники, понимаю. Да, а я бы ввелся, вот клянусь, была бы моя воля, я бы основой NLP, я бы в обязательном порядке преподавал бы в педанинституте, просто для того, чтобы люди понимают, что есть психология восприятия, она разная, что у детей очень по-разному вообще происходит воспринимающее восприятие информации, что так, как ты объясняешь этому, можешь совершенно... И он не тупой, он не понимает, и он не усваивает. Не потому, что он тупой или тормоз, а потому, что просто у него другой процесс, который по-другому происходит, ему нужен другой язык. Я помню, когда у Фрэнка мы разбирали, вот там разница между киностатической репсистемой и визуальной, до какой степени там этот язык разный, что темпо-ритму людей разный, визуалы быстрые. А потом, представляешь, если с детского сада фактически мы это объясняем, сколько, ну, как бы, люди избегут разводов, потому, что они будут понимать, что иногда твой партнер вообще на другом языке разговаривает. Это вообще, да, это мое любимое. Это же было как раз в книжке у Гриндера и Бендлера про, значит, из лягушек в принце. Туда у них был прекрасный момент, когда... Ну, вы встречали, наверное, ситуацию на семейной терапии, когда приходят, значит, двое, и одна говорит, ну, боже, я не чувствую его отношения к себе, но он вот... Он говорит, да я вообще не могу понять, я не вижу, о чем это все. Да, не вижу. И человек так сидит, смотрит на них, говорит, ну, я понимаю, почему вы не можете договориться, да. Черт возьми, да, потому что вы действительно в параллельных вселенных находитесь, и вот если у вас, вы на двух иностранных языках без переводчика, то, конечно, никакого разговора не происходит. А ты как-то, знаешь, кокетливо так завернул тему того, что ты четыре школы поменял. Понятно, что первые две, потому что ты их сжег, тебя просто выгнали. Ну, вот хотелось бы поподробнее. Ну, а чего, мы переезжали, не, во-первых, первые 13 лет мы с мамой, и пока папа был жив, прожили в Ульяновске, потом где-то после, когда я закончил музыкалку в 98-м году, мы решили, что надо перебраться в Саратове, потому что в Саратове был дядя и дедушка, и, в общем, родственники все. И поэтому две школы поменялось в Ульяновске, и две в Саратове, в одной я проучился буквально месяц. Меня там чуть не убили однажды. За что? А, ну так как же, да, 98-й класс, я лохматый, весь в черном, в железе, значит, со значком Виктора Цоя, а школа такая, значит, вот вполне себе в промышленном районе, и там такие, а, там прекрасная была школа совершенно, там ребята уходили, садились, значит, за вымогательство, мелкую кражу, и потом возвращались в тот же класс, откуда ушли. Наши люди. Да, 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 и там вот такая вот была публика, и когда я там только появился, я просто, я сначала не понимал, что на меня так странно реагируют, а я иду по коридору, и на меня ребята... Кто это? Князь тьмы? Князь тьмы. Нет, нет, даже не так. Они не стали преподать к ботинкам, писать... Позвольте, как так получилось, что это еще живо? Били тебя, Андрюха. Меня встретили как-то, значит, за... А, там была такая история, значит, мне, чтобы быстрее до дома дойти, нужно было идти через задний двор. А, и там вот помойка школьная, а за ней была, значит, калитка такая вот, там вот между прутьев можно было пролезть и срезать угол. И я, значит, пошел срезать угол, и за этой помойкой меня встречают шестеро. И я понимаю, что, собственно, как бы вот и настал тот самый час, когда мне время проститься с жизнью и здоровьем, но я в тот момент, к счастью, некоторое время занимался историческим фехтованием. И я умел обращаться со всякими продолговатыми предметами, и там оказалось... Не надо про это, знаешь, мы не готовы про каменалут и продолговатые предметы. Подожди, это в конце передачи. Я не про фало-имитатор, я про палку. Просто про палку деревянной. Занейте, Андрей! Да, да, я это сказал. Ни, как вы... Значит, там валялась просто длинная палка деревянная. Приходящий сексуал, который потом на мастре ответит, почему ты перешел к гринке. Как я дошел до жизни? Так, так. Ну вот, и за счет того, что палка там обнаружилась, я как-то отмахался и остался жив в целом, благодаря этой ситуации. И где-то через месяц... А они тебя зауважали за... Ну, обычно... Нет, я предпочел не выяснять, зауважали они меня. Ну, просто там как бы одного я уложил, остальные так, ну, отошли на небезопасное расстояние, чтобы, дескать, ну, больной какой-то. И я убежал. И где-то через недельку, по-моему, после этого, чудом, благодаря моей бабушке, я перевелся в лице гуманитарных наук. Это был прям поворотный момент, потому что там был вообще другой контингент. Это была школа, где реально собирали детей тогда еще вот не про деньги. Это вот был лице, где элитарность отмечалась не тем, сколько платят родители за каждого отдельно взятого. Это началось, но чуть позже. А я попал еще вот в тот последний уходящий вагон, когда детишек собирали реально вот самых-самых. И я попал, ну, условно говоря, вот в тусовку, где еще мне пришлось подпрыгивать очень сильно для того, чтобы там почувствовать себя вровень. Вот. И с этого момента как-то жизнь прям в другую сторону поехала совсем. Смотри, я просто убежденный сторонник, что есть какие-то вещи у нас врожденные. Ну, то есть есть что-то, что ты можешь прокачать, понятное дело. Это как сходить в спортзал, сделать себе восьмикубовый пресс, там, крепкую, пятую точку и тра-ла-ла. Но есть вещи, с которыми ты рождаешься. И вот ты, понятно, всегда был белой вороной некой. То есть ты же попал в некую среду, и ты не стал этими ребятами. И ты все равно, зная, что ты максимально провокативный, ходил там в черном плаще, понимая, что... Ничего не понимал, вот, клянусь, не понимал вообще, в упор не понимал. Это было абсолютно вот... Я был очень интровертный ребенок, и, в общем, и остаюсь интровертом по сей день. У меня вот не было такого детства в общепринятом понимании с беготнёй по двору, футбол, там, какие-то там гулянки и так далее. У меня там был какой-то эпизодический человек, который назывался другом, но это был даже не друг. У меня другом была бабушка, книжки, там, рисование. То есть у меня вот такие друзья были, у меня там... У меня там Александр Дюма у меня в друзьях был. Он много читал, он хотел сказать, да, то есть книги и выдуманные миры, и единороги... Конечно, конечно, мне там было гораздо интереснее, чем с этими, значит, вот этими всеми. С опущенными этими. Да, а в девятом классе... Каком? Восьмом классе? А в седьмом классе мне одноклассник приволок к кассету Виктора Цоя, и вот там мне башню уже унесло окончательно. Я увидел там, ну, это вот самый тот период, когда начинают вот это вот формирование себя идеального, и ты начинаешь искать кумиров в себе бессознательно где-нибудь, кого-нибудь, на кого ты хочешь походить. И я увидел вот этого красавца, значит, до 28 лет, а мне потом первое, что попалось, это последний его концерт, и все, я сошел с ума абсолютно на следующие годы. Почему он себя так привлек? О космичности своей абсолютно. Я, по-моему, даже какой-то я на... когда там у него был юбилей, я не удержался, написал такий текст, про что это для меня было, потому что я до сих пор не сильно понимаю. Вот, никаких вокальных данных, никаких, строго говоря, музыкальных данных. То есть, там, я человек, который имеет какой-то музыкальный опыт, довольно-то, ну, профессиональный плюс-минус, я четко себе даю отчет в том, что там музыкально, там ничего особенного не было. Но там была какая-то энергия внутри зашита, за счет чего какая-то шаманская абсолютно, с моей точки зрения, какая-то космическая. И я помню эту вот самопальную кассетку, которую я вставил, там первый, самый-самый первый трек, там был «Звезда по имени Солнце». Я просто помню, это абсолютно трансовый эффект, когда вот я просто, я сижу, я не в силах пошевелиться, и у меня просто вот дыбом весь волосяной покров на теле стоит, и я сижу, просто слушаю вот этот очень странный голос. До этого-то я слушал, там, у меня до этого была любимая группа Фредди Меркурий, там, да, с третьего класса. И я привык к тому, что вот музыкальность, это должно быть вот так очень богато, все круто, а здесь никакого богатства, все очень лаконично, очень сухо, но как-то пробивает до костей просто. И потом я увидел вот это видео, когда вот этот человек в черном, абсолютно свысеченное, как из камня лицо, и этот взгляд, который куда-то в космос, в вечность абсолютно направлен, феномен, это я сейчас могу это в слова эти оформить, тогда у меня не было никаких слов, чтобы это описать, я просто видел феномен, который для меня был абсолютно ни на что не похож. Ну и, наверное, вот это вот подростковое желание быть самому ни на что не похожим, оно вот это желание быть где-то вот там же, вот таким же каким-то. Это было, знаешь, это вот у Макаревича есть эта песня, одна из последних, и только маленький мальчик, незатоптанный строем, не знающий слова страха, очень хочет быть новым последним героем с красивой гитарой в руках. Вот это было ровно про меня, это очень точное описание того, что со мной происходило там в возрасте каких-нибудь 13 лет, зачем я гитару в руки взял, это было абсолютно про это, конечно. Слово «герой» очень автоматично, я к этому и хочу подойти, потому что я уверена, что есть, значит, люди условно-проводники, ну то есть мы никого не обижаем, это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже, но просто вот кому-то дано, потому что Цой, ты правильно сказал, там нет особо каких-то сумасшедших вокальных данных, но человек является неким космическим условно-проводником, то есть через него идет что-то. Это мне понравилось, как доктор Мунтианов, он как-то сказал, говорит, есть трикстеры, это персонажи, через которых, труба, в которой дует бог. То есть вот эта вот аллегория, что кто-то дует по ту сторону матрицы, понимаешь, и через тебя идет некая энергия, она завораживает, то есть люди, понятное дело, от этого млеют или цепенеют, или зачарованно смотрят на тебя, и это бывает в разных апостасиях. Кто-то художник гениальный, кто-то режиссер, кто-то актер, кто-то тренер, но эти люди очень сильно отличаются от среднестатистического персонажа, потому что они всегда вне строя, они всегда вне контекста, и они всегда на достаточно большой период опережают свое время. Поэтому бывают по юности, допустим, непоняты, гонимые, изолированные от строя, потому что понятно, что массе гораздо интереснее другие вещи. У тебя было ощущение в подростковом возрасте, что я вообще не отсюда, ну условно, немножко я не вписываюсь в парадигму этого мира, одиночество какое-то? Ну, оно не формулировалось в каких-то вот таких лозунгах или заявлениях, но ощущения, похоже, какие-то были. Причем у меня выработался даже какой-то свой способ избегания, ну условно говоря, некомфортной для меня реальности. То есть в школе я делал очень просто. Я был такой очень прикольный персонаж, вроде меня не гнобили особо, ну вот за исключением там вот одной вот этой, как правильно уголовной. Меня не гнобили, нет, а просто я как-то вот был абсолютно отдельно, сам по себе. И если вдруг, ну мне хотелось себе какого-то внимания, я не слышу, просто я садился на заднюю порту, доставал лист бумаги, там карандаш, начал что-то рисовать. А я, ну, рисовал долгое время довольно неплохо, потом забил как-то, вот это тоже очень интересно, что вот в какой-то момент отрезало, как отрезало, и вот все, перестал вот этот, вот эта потребность, этот поток поступать, чтобы вот выплескивать что-то на бумагу. А до где-то лет опять-таки 14-15, что интересно, вот почему-то именно этот возраст такой, водораздел, я рисовал прям запойно, безостановочно. И я садился и начинался чего-то там корябать. И где-то за минуту, через одну минуту, один кто-нибудь там зависнет, залипнет. Просто вот человек подходит и смотрит. Второй, третий, и где-то полкласса где-то собиралась просто наблюдать, что происходит. Они не комментировали, они вообще, это никак не меняло моего статуса. Я продолжал оставаться таким странным парнем сам по себе. Но вот этот вот какой-то вот, потом звонок, все расслабили, все, как бы вот, и система опять там живет по своим законам. Но вот этот вот момент, когда, да, залипон, вот он происходил. Я так периодически, ну, вот, гладил свое эго по затылку таким образом. Но вообще, да, мне книжный мир, в общем, долгое время был гораздо более симпатичен и интересен, и когда уже начались вот эти все подростковые, опять же, такие штуки между мальчиками и девочками, мне было очень непонятно, ну, черт возьми, ну, что я здесь делаю среди вот этого всего, вот этих вот пацанов, которые могут девку завалить на парту, значит, отшлепать ее по заднице, она будет так мерзко хихикать, значит, делать вид, что ей это все нравится и приятно. Для меня это было дико абсолютно просто, вот, меня передергивало от самого этого поведения. Я понимаю, что вот лет бы сто назад, я бы вот хрестал перчаток по щекам, он был бы на дуэли через 15 минут после этого. Я тогда еще не знал, что мы не лечим без запроса, так сказать, меня не позвали спасать, я поэтому, да, то есть я буду... Андрей, в этом месте мы должны сделать секундную паузу и уточнить, что ты холост, продолжать. То есть, как бы, ты рыцарь, романтик. Вот это да, вот эта потребность. Сейчас подключилось 700 человек, один из защитительных женщин. Как-то было, и в этот момент весь президиум союзских неподоградистов Надежды привстал со стульев. Такая карта поперла. Ты даже единорогу отложил, ты понимаешь, что... Что надо себе показать с выгодной стороны, что я худею, значит, я бегаю и так далее. Про что я? Про романтизм, про то, что ты вообще защищал леди. Скажем так, никто меня не просил никого защищать. Спроса не было, без спроса я не лез, потому что понимал, что ему хорошо, ей тоже хорошо, и вполне устраивает вот этот способ взаимоотношений. Но сама вот эта история, что почему-то вот эти мои идеалы поведения, которые там описаны у Дюмао, которые являлись стандартами долгое время, почему они больше не востребованы? Вот это для меня в тот момент было дико обидно. Но ты действительно человек такой, знаешь, из позапрошлого века, и это очевидно. А вот когда ты работаешь, приходят ли к тебе вообще пары, например, конкретно с определенным запросом, что, послушайте, у нас конфликт в семье, не можем договориться, и вообще как бы нам поиграть в это, как бы нам... Ты знаешь, у нас вот, я не хочу, чтобы это звучало как прямая продажа, чего бы то ни было, у нас буквально выходные, мы будем с напарницей вести тренинг отношенческий, и я предвкушаю, что, наверное, там какое-то количество таких пар появится наверняка. А пока что у меня как-то больше получалось, что если приходили на консультацию люди по отношенческим вопросам, то больше, ну там, наиболее страдающие, знаешь, кому больше всех надо. Там, мужики приходят жаловаться на жен, там, жена на мужик. А, кстати, вот смотри, приходит некий абстрактный мужчина средних лет, и рассказывает тебе какую-то ситуацию. В основном ты начинаешь с чего? Поменяй свою голову, начни с себя, ты же не даешь общих рекомендаций, ты же не даешь советов? Не даю. Как ты работаешь? Ты знаешь, тут опять-таки, поскольку я не являюсь дипломированным психологом, поскольку я не называю себя психотерапевтом, я позволяю себе, вот, все-таки употреблю ругательное слово коучинг, но он хорош тем, что вообще, когда это понятие появилось, как профессия, в чем была идея, коуч не работает с психологическими, тем более терапевтическими проблемами и терапевтическими запросами, он работает с людьми, у которых в целом все в районе условной нормы, для того, чтобы этот человек достиг еще более высоких результатов от своей нормы. И поэтому, если приходит человек с откровенно-терапевтическим запросом, я там даю чей-то другой телефонный свой, я говорю, что с этим не ко мне, с глубокими травмами, с проработкой, с этим всем, ну, я действительно не чувствую себя вправе в подобную в историю лезть, потому что это как раз нарушает мои собственные принципы относительно, вот, соответствовать и быть тому, чем учишь, и быть профи в этом смысле. Я не эксперт в этом. А вот, что касается поделиться каким-то опытом, который у меня есть на эту тему, пожалуй, да. Если я вижу конкретный какой-то глюк на уровне мышления и коммуникации, который у человека происходит, например, что вот здесь, в этом месте он не слышит вообще, или вот здесь у него слепое пятно откровенное, я могу ему указать, просто смотри, вот здесь вот такая штука происходит, ты чего-то не замечаешь, ты что-то упускаешь, ты где-то невнимателен, или где-то у тебя есть какая-то пресуппозиция, которая, ну, вот как баг, как глюк в компьютере работает, которая тебе просто мешает переработать вообще эту ситуацию по-другому, да. Вот какие-то такие вещи, то есть, ну, строго говоря, косметический ремонт, вот такие вещи я себе позволяю, да. Ты сказала интересную фразу про то, что ты не эксперт, а я бы, например, поспорила, потому что у меня, знаешь, такое есть понятие, и внутренняя какая-то характерная, ну, моя карта мира, она моя, я ее ни с кем не оспариваю, про то, что человек проходит какие-то свои ступени развития, там, свадьбы, разводы, расставания, понятно, он взрослеет, и с возрастом у него тоже меняется своя карта мира, и когда ты растешь, я просто помню тебя, там, образца трехгодичной давности, да, ты был другой человек, и поскольку есть колоссальный рост, есть динамика, и это реально квантовый переход, то есть очень сильно меняется все, там, цели, приоритеты, кто я, где я, с кем я, вообще, что я от этой жизни хочу, есть люди, которые замораживаются, вот они, знаешь, как такая мушка в янтаре, человек залипает, это неплохо, ну, как бы, у меня вообще неосуждаемый, это просто такая интересная позиция, там, работает человек 40 лет на одном заводе, с нелюбимым шефом, не хочет никуда уходить, ничего менять тоже не хочет, вполне себе такая органичная, в кавычках, там, субстанция, а ты-то человек развивающийся, меняющийся, очень быстро, трансформирующий, и я убеждена глубоко, что такие люди являются проводниками, то есть, понимаешь, как в сухом остатке, вот, условно, приходит кто-то к психотерапевту, есть некая иллюзия, что человек, там, дипломированный специалист, который 40 лет консультирует, он мега гуру, он мне сейчас какой-то даст важнецкий совет, или нажмет на какую-то кнопку, и я выйду там абсолютно другим, а у этого человека может быть узкая карта мира, увы, да, куча токсичных, страшных шаблонов, он может быть сам перекореженный, там, живущий, в кавычках, с нелюбимой женой, ну, да, там, дети оболтаются, жизнь ненавижу, сам, если уже в каком-то жестком кризисе среднего возраста, и он-то как раз не является объективно проводником. Нам на школу игры очень часто такие люди приходят, причем, да, и они, как правило, просто все в регалиях. Вот. И это какие-то, просто вот все в орденах, в медалях, я вижу эти вот... Да, академики, профессора... Да, и причем при этом с глубочайшей тоской в глазах, просто у нас был один человек просто на грани суицида, вот не шутя абсолютно, он говорил вслух, что я четко понимаю, что я уже сыграла все роли на этой земле, говорит этот человек, я, наверное, должна уйти к свету, я, наверное, все. И она так говорила на протяжении всего тренинга, и к концу второго ее, наконец, прорвало красивейшим совершенно образом, и она в конце говорит, в слезах, господи, я поняла, что, наконец, вот это вся моя убежденность, что я такая вся из себя осознанная, что это была роль просто, которая ко мне прилипла, я не могла ее от себя отодрать. Я таким, мы-то просто, я говорю, да, ура, господи, а все, что мы называли оргазмом, было астмой все это время, все, что мы называли осознанностью, вообще даже близко к этому никакого отношения не имело. Какое счастье, что мы сейчас это обнаружили. И это удивительно, действительно, почему, как это работает, что человек увешанный всеми возможными бумажками, дипломами, регалиями и так далее, и у него при этом абсолютный смертный ужас в глазах, или абсолютное, вот, что называется, просто стекло, когда ты понимаешь, что там жизнь уже закончилась, причем она уже закончилась ни вчера, ни позавчера даже. Это страшно, прям, вот это, действительно, мне страшно, вот когда я таких людей встречаю. И с точки зрения вот проводниковости, наверное, в этом смысле, вот Демчок прав, там, для тех, кто не знает, худрук моего театра и человек, с которым, собственно, школа игры началась, который говорит, что концептуально и на уровне слов, наверное, передать уже действительно ничего нельзя. Да, согласен. А исключительно, что можно сделать, это вот этот самый эффект, который распространен на Востоке, у восточных учителей. Ведь вот когда мы приходим ко всяким там гуру на семинары и так далее, послушать какого-нибудь Далай-Ламу, например, но он же банальности говорит, правда же, он же вообще ничего нового не говорит. Он говорит, любите друг друга, вы все братья, то есть, ну, вообще, вот, фу, вот это все можно прочитать в Википедии, погуглив, значит, там, ну, просто, ну, то есть, вообще, ну, никакой ценности в этих словах нет. Да, согласен. Но люди идут туда просто почувствовать, как этот свет будет через них, лица, которые льются вот из этого человека, просто, чтобы посидеть рядом и попытаться вот ощутить эту прямую передачу. Вот этот эффект прямой передачи, который происходит не словами, не интеллектуально, а каким-то вот таким вот образом вообще. И это, наверное, единственная причина, по которой, строй говоря, в школу игры люди приходят раз за разом, и они это говорят даже в слух, что говорят, мы приходим, мы не понимаем, почему, просто вы какие-то вот такие, что с вами рядом просто хочется находиться, и поэтому они... Мы матом сегодня не ругаемся, поэтому мы не скажем это слово. Да, 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 да. И наркотики мы не пропагандируем, поэтому мы тоже не скажем это слово. Да. Веселые, необычные. Да, 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 да. Вот. И, наверное, вот, и в этом смысле, да, вот мы сегодня с Гришей говорили на эту тему, если ты хочешь действительно какое-то влияние на мир оказывать, ну, такое-то созидательное, строго говоря, то единственное, что тебе остается делать, это постоянно, постоянно просто прокачивать самого себя, постоянно работать с собой, и ты опять работаешь с собой, и снова работаешь с собой, еще работаешь с собой, и если ты, условно, вот этот внутренний процесс на какой-то амплитуде, на какой-то, на каком-то уровне энергетики поддерживаешь, вот то, что я там для себя назвал центром циклона, если ты вот эту воронку свою скрутишь, то тогда непостижимым образом автоматично туда будут притягиваться люди, деньги, ресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Просто люди будут приходить и спрашивать, как ты это делаешь, можно? Я тоже так хочу. Сто процентов. И если вот говорить про уровень миссии, там, типа, зачем я вообще все это делаю, зачем я спектакли играю, зачем я там вот там и тренинги веду, зачем консультирую. Вот за тем, чтобы людей, которые вот в состоянии своей собственной воронки закручиваются, становилось больше. Вот я прям физическое наслаждение испытываю в тот момент, когда я понимаю, что вот, о, еще один полетел, еще один, еще один. Вот это прям для меня, наверное, самое главное. То есть ты ремонтируешь крылья, фактически? Я их не ремонтирую, не дарю. Я показываю, говорю, вот ты, вот крылья. Вот, чувак, вот ты, а вот крылья. Бери. Да, бери его. И лети. Да. Я просто убеждена по поводу, вот, опять же, знаешь, матрица довольно сильно искривилась. Если раньше, там, условно, в эпоху наших родителей было модно, не то, что модно, там было безальтернативно. Ты маршируешь строем, ты стал пионером, потом ты стал комсомольцем. Понятная последовательность. Да, все как хорошо. Жизнь расписана очень. Все привенчено, прикручено, реально закончил институт по распределению, поехал куда-то работать. Учился, не может быть. И безвариативно. И, там, не было речи о том, что я поеду учиться в Лондон, я открою новые миры, получу девять высших и вообще буду каким-то там на Фидже, понимаешь, свободным художником. Это было просто недостижимо. А то теперь фактически открыта вообще для тебя вся планета. То есть, хочешь, as you wish, как бы, говорит, матрица, ребенок, кем ты хочешь стать? Я тебе про матрицу больше хочу сказать. Это вообще очень интересная штука. Такая мысль, которая как-то пришла, моя напарница Аньки Зарянкина в голову, она сформулировала, что не надо ломать матрицу. Просто ты своей собственной матрицей можешь поставить себя в центр просто, и все. Да, или вообще слепить параллельные миры. Слушай, здесь как бы ты безгранична. Мы же в квантовом мире живем, но как бы сейчас, в общем, все образованные более мечтающие люди нас прекрасно поймут. Нет никакой объективной реальности, которая где-то там существует по каким-то самостоятельным от меня законам. Есть вот какая-то моя реальность, в которой я из своей головы эти законы без конца продуцирую. И это такой взаимодополняемый процесс. То есть, то, во что я верю, становится реальностью. И потом эта реальность, совершенно любит бесконечно подтверждать мои собственные убеждения. Да, согласна. Люди в восторге от тебя, Андрей, и пишут, боже, какой красивый мужчина. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Может, там спрашивают, что-то думают. Да вопрос. Они уточняют, где можно тебя увидеть, в каких спектаклях вообще, где ловить. Увидеть меня можно в Москве на спектакле «Закрой глаза и смотри» 18 числа. 18 ноября. Декабря, нет, октября. Вот, буквально через парочку дней в Центральном доме литераторов будет наш замечательный спектакль «Закрой глаза и смотри», на который люди приходят по много-много раз, потому что этот спектакль «Трансформер», он никогда не повторяется. Он все время разный. 20 долларов занесешь, Андрюша. Конечно. Рекламируем, почем зря, понимаешь? Да-да-да. До седьмого опыта. Да-да-да. Я вот о «Проматрицу» свою любимую, конечно, не отцеплюсь просто так, потому что, знаешь, какая интересная штука. Вот ты интересную вещь сказал про то, что не надо с ней бороться. Я совершенно согласна. Для меня все эти там марши против войны был гениальный же ответ мамы Терезы, когда ее позвали. Она сказала, не-не-не, ребят, я не против войны, я замер. Я присоединюсь к любому движению замер. Да, то есть она сказала, вы как бы воюете против, вы туда интегрируете свою энергию, вы ненавидите каких-то правителей, которые вам кажутся мерзкими. И вот люди все время на это залипают. Я хочу прямо, знаешь, сделать такую от тебя лично, в кавычках, пятиминутку, чтобы люди поняли, чем больше тебя раздражает какой-то фактор. Условно, любовница ли это мужа твоего, надоевший ли это какой-то там альфа-самец во главе какого-то государства. Не будем говорить какого-то, нам еще пожить. Нам, дай бог нам здоровья. Так вот, когда люди иступленно начинают там материться, сыпать проклятиями и центрироваться на этом, на чем-то, они отдают гигантское количество энергии и усиливают это что-то в десятки раз. Абсолютно. Это та причина, по которой я отписался от нескольких наших оппозиционеров, потому что я вижу, что их протест, их война в сути своей ничем не отличается от войны по другую сторону лагеря. Да, война ради войны, это уже одержимость. И вот сам этот паттерн воевать с кем бы ты вообще, воевать с миром, он мне кажется глубоко разрушительный внутри. Потому что тогда получается, что тебе все время нужен кто-то, с кем нужно бодаться. Да. Просто потому что ты не можешь по-другому. И более того, я очень хорошо понимаю этот паттерн, потому что я в состоянии войны с миром находился некоторое количество времени. И, в общем, как раз вот этот вот внутренний подростковый протест, что вот эта ассоциация себя там с героем ЦО и так далее, это же тоже некое противопоставление. Да, да. Вот мир это там какая-то серая масса, а я, значит, тут вот стою на скале, смотрю в небо, такой вот горец, знаешь, и так далее. И я помню свои первые два года жизни переезда в Москву. Это очень прикольно, как это в словоформах отражается, когда ты едешь в столицу покорять. Ну да, да. Ты едешь бороться, ты едешь доказывать, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь. Надо ли говорить, что Москва меня проверяла и давала мне возможность с собой повоевать по полной программе. Вот два года я увоевался просто до тех пор, пока я не устал дико и в какой-то момент просто не осознал, что я же сам создаю эту войну каждую секунду, что войны там во мне никакой нет. Я себе сам придумал кого-то врага, причем абсолютно мифического, абсолютно его, он иллюзия, его не существует. Ну да. Никакой такой злобной тетки Москвы, которая, значит, меня порет ремнем в шипах по заднице и, значит, и так далее. И здесь мы опять обращаемся к психологу, сексологу, откуда вот эти вот тетки, к сворящей тебе. Вот это все. Чуть позже мы вернемся. В другом эфире, да. Нет, здесь есть, знаешь, что... После 12.00, после полуночи мы поговорим о садом мазохистских наклонностях. Здесь есть ювелирный хитрый момент, потому что согласна абсолютно, что враги все в голове, и что мы сами себе устроим там заборы, через которые потом перелезаем. Но момент, когда тебя проверяла матрица, он тоже некий сакральный, это такой чистый шаманизм. Знаешь, когда приезжает мальчик, и ты же мог сдаться, сдуться. Сейчас вот прости, вот я сейчас прям подхвачу, потому что это шаманизм был вот в чем. Я его очень быстро перевел, что это было не противостояние, это была обратная связь. Сигнал, да, не твоя дверь, не туда. Это был постоянный разговор, что просто, я же что делал, я себе так объяснил, что я ехал с убеждением, что я сейчас буду строить карьеру певца. Я думал, что это мое призвание, все, я значит, сейчас я выйду на эстраду, всех там это покорю и так далее. И при этом я думал, что... Сейчас, сейчас, от нас отключился Стас Михайлов. Стаса, здоровья, так сказать, дорогие мои любимые, сладкие мои родные, потрясаю крестом на груди. Ты обещал в кресте. И по часам, где, кстати, где мой золотой крест, да, ему волосатая грудь на месте, а креста нет. Что ж такое? Про волосатую грудь, хорошо? Минутка реклама, это Андрей Луон. И прибавилось еще, еще 10 главных бухгалтеров 49 плюс из города Нижнего Артурска. Меня навсегда забанили 600 кавказов на вызовке. Они меня не повезут в Яндекс-Такси, а брат, но домой сегодня уже нет. А то как пойдет, Андрей, слышишь? Или увезут, но не туда. Да, но я хочу. Я держу, я держу. Да. Я держу мысль, ты меня не собьешь. Значит, когда... Ты меня не собьешь. Нет, 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 нет. Это я держу мхатовскую паузу сейчас. Вот ты какая мхатовская пауза, да. Я очень быстро понял, что это обратная связь была бесконечная, потому что у меня был внутренний компромисс с собой. Я буду пробиваться на сцену, а при этом я устроюсь куда-нибудь в офис работать с каким-нибудь пиарщиком, буду там зарабатывать деньги, чтобы мне пробиваться в свободное от работы время на сцену, было не так дискомфортно. Ну да. Ну, чтобы я так комфортненько, у меня так все происходило. Так что я деньги зарабатываю там, я пробиваюсь. Ну, я закончил университет в Саратове уже, да, мне было уже 22 года, и я только сейчас понял, вернее, не только сейчас, это где-то было на третьем году, что ровно вот этот компромисс мне вселенная не позволяет осуществить. И я очень благодарен всем тем сотням компаний, которые не ответили на мое резюме, кто-то пригласил на собеседование, кто-то не пригласил. Именно по этой причине, что если бы я куда-то там влез в какую-то систему, наверное, мне потом бы выскальзывать было очень сложно. Да, согласен. Потому что уже было бы теплое, нагретое место. А так меня просто вот вселенная поставила перед выбором четкий. Давай, чувак, ты определись, давай без этого вот херни туда-сюда. Да, ну дешевле. Ты определись, ты или туда, и тогда ты честно себе говоришь, я делаю то, что хочу, буду делать только то, что хочу. Я не буду сидеть на нелюбимой работе, не буду делать вид, что я могу получить от этого удовольствие. Не буду. Либо тогда уже прогибайся, так прогибайся окончательно. Определись. И вот когда я определился, начались прямо еле заметные, но очень конкретные подвижки. В 2010 году я поступил в театральный, и вдруг выяснилось, что оказывается у меня всю жизнь была мечта стать актером. Просто я не отдавал себе, не мог себе честно в этом признаться, не мог себе разрешить, дать себе разрешение пойти за тем, что я по-настоящему хотел. Хотя там с интервалом сколько-то лет мне прилетали какие-то сигналы из серии там, а тебе бы вот поступить, а тебе бы вот это. Там спасибо маме, она в какой-то момент уже пнула просто под зад ногой, сказала, говорит, ну сходи на прослушивание хотя бы. Ну просто сходи, послушай, что тебе скажут. Ну елла-палла. Я говорю, ну мне уже 25 лет, ну уже кому я нужен, в таком возрасте не берут театр. Сходи. Лотерейный билет купи хотя бы. Купи хотя бы, да. Я тебе уже 10 лодок посылал, идиот. Я сходил на прослушивание, и заслуженный артист России Токарев, спасибо ему огромное, при случае поклонюсь в ножки и пожму руку, сказал, что а вам, уважаемая, надо поступать в нормальный театральный вуз. И дальше, когда как-то только я спросил, и что, вдруг выяснилось, что оказывается есть человек, у которого есть знакомый Алексей Игоревич Шейнин, у которого курс в ГИТИСе, который как раз делает набор на второй курс, меня мгновенно знакомят, я прихожу, и как сейчас помню, прекрасная ситуация совершенно, значит, в Ермоловский театр. Я, значит, захожу вот в этот служебный вход, один из старейших театров России, вообще Ермоловский театр, Елополитовская, да. Там все пропахшее вот этими традициями, значит, и звоню Алексею Игоревичу, и там такой бас бархатный отвечает на инструмент, это ты? Господь бог, практически меня на прием к себе вызвал просто. Я говорю, да, вот я на проходу, говорит, ну сейчас я выйду. И, значит, выходит такой 190 рост, он, значит, такой вот лев, такой, значит, свитер лакост, шарф. Такой, Жан Море только явно не гей. Так, хороший уточнение. Да, 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 ну то есть там понятно сразу вот просто вот такая вот гигантская такая харизма, значит, вышла. Причем сначала зашла харизма, потом Алексей Игоревич, то есть сначала, да. И он говорит, ну пойдем поговорим, значит, он заходит, заводит меня в свою именную гримерку, на которой написан народный артист Российской Федерации, Алексей Шин. Я захожу, я говорю, так, ну я, наверное, начну с басни, говорю, что? С какой басни? Говорит, ты кто такой есть вообще? Ты расскажи вообще, мальчик, ты кто? Мальчик, ты чей вообще? Я говорю, а, ну я, значит, вот я из Саратова там то, сё. Он говорит, не пидор. Я говорю, нет, я... И сейчас тут у нас отключилось еще 75 человек. Сергей Пенгин, у нас отбросил. Спасибо, Андрей. Я не понял, откуда вопрос взялся, но я как-то, вроде, я нормально одет, там, ну как... Я говорю, ну я женат, как бы, вообще-то... Он говорит, ну хорошо, у меня два на курсе уже есть, третий мне не нужен, говорит он мне. Там какая-то квота была? Ну, Алексей Игоревич, старый, школа просто, он скажет, мне вот как бы больше этого количества я терпеть не готов в себя на курсе. И после этого, значит, я просто смотрю, что... А до этого я ходил еще на какие-то прослушивания, каким-то стар, которые, значит, ну давайте, почитайте что-нибудь. И я смотрю на этого человека, я понимаю, что я не хочу даже близко у него учиться. Я вообще не понимаю, как вот это существо может мне что-то рассказать за актерское мастерство, так и вообще это не похоже совсем на то, что я... Совсем не то вы мне обещали. А вот, кстати, слушай, я забуду, а есть возраст, после которого нежелательно быть актером? Ты знаешь, это как это сказал Леонид Васильевич Утесов, со сцены лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять дней позже. Чем, да, да. И вот, наверное, с преподаванием... А заходить, да ты имеешь в виду, до какого возраста можно? Нет, нет, именно уходить, вот чтобы не было, знаешь, этого перегиба, когда... Это удивительная история, это действительно... Во-первых, нет никакого в этом смысле рецепта, потому что есть, например, уникальный Том Джонс, которому 77 или 76, который работает блистательно и которому, дай бог, долгих лет жизни и просто... Но он уникален в этом смысле. А есть... Не будем отручивать. Которые уходят со сцены на протяжении 29 лет, и они дают очередной юбилейный концерт и споют еще две тысячи песен. За это, значит, там марафон, который будет транслироваться по всем центральным каналам. Да. Но это вот, это внутренний должен быть камертон какой-то, когда человек должен себе честно сказать, что кажется я все. Вот кажется я все. И это, мне кажется, абсолютно вот из серии держать канал в чистоте, держать вот просто вот... А как ты прочищаешь, Карлас? Как ты продуваешь? Крубок. Окружение, во-первых. Не побоюсь этого слова. Да-да-да, спасибо. И мистексолог у нас уже записывает еще на памятник словаря. Сегодня мы прямо как бы пьешь камин-аут у нас с тобой. Про прочистку даем. Начали с пола литра, хорошо. И у нас подключилась еще партия граждан Северного Кавказа, и они подпишутся на твой аккаунт. Про дымоход как бы. Давай. Про дымоход и потом поговоришь именно на эту тему. Как бы так. Вот. Значит, да. И вот сейчас ты меня сбила. И не переключайтесь, мы уходим на рекламную паузу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И делайте репост. И как ты продуваешь, да? Высокого, высокого. Высокого, конечно. Поднимаемся на уровень десяток. Нет, нет. Не мешай. Не мешай, как говорится, а высокого. Ну, во-первых, мне кажется, окружение сильно влияет. Потому что вот те люди, которые... Об этом мне в свое время мой гениальный друг Яши Скирневский рассказал, который занимается исследованием мышления. Он мне действительно вскрыл мозг, рассказав одну простую идею, что оказывается наш мозг устроен таким образом, что я на него изнутри, я на свой собственный мозг изнутри повлиять могу гораздо в меньшей степени гораздо хуже, чем ты. В общем, да, согласен. И наоборот. Потому что мышление, ну вот, как я понимаю, по последним исследованиям строится в основном аналогоритмично очень часто. И там есть некая последовательность операций, которые по кругу делаются, 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 делаются. И свободы выбора, вот, в общепринятом смысле слова, его на самом деле не существует. А есть вот эта вероятность, что тебе извне прилетит какой-то новый сигнал, который будет в состоянии тебя развернуть на 180, и ты поедешь вообще в другую сторону. Да. И поэтому дико важно, чтобы рядом находились люди, которые в состоянии тебе вот этот сигнал прислать. Да. Через книги, через личное общение, через кино, через музыку, через что угодно, через друзей, 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 там и так далее. Поэтому я очень тщательно фильтрую сейчас, например, людей, с кем я общаюсь в социальных сетях в том числе. Кого я читаю, кого я не читаю. Потому что я понимаю, что каждый человек, кого я читаю, и каждый человек, с кем я вступаю в коммуникацию, он оказывает... Влияние. Безусловное, постоянное влияние на то, как происходит вообще процесс в моем мозгу и в моем мире. И через вот эту обратную связь, я поэтому с некоторыми друзьями близкими, я договорился, слушай, вот, если ты заметишь, что я начну вдруг вот вести себя как мудак, условно говоря, скажи мне об этом, пожалуйста, честно, мне прям важно. Что, ладно, вот сейчас ты что-то прям вообще, что все, вот, вот, все, вот, остановись, вот сейчас нельзя так. А потому что я кое-какие за собой грешки в этом смысле знаю, я знаю кое-какие свои паттерны, которые имеют шанс разрастись потом в очень злокачественную хреновину. Ну, про корону на голове, в частности, да, про свою, я знаю, что если этот процесс не держать под контролем, то вот потерять адекват я могу. А скажи, прилетает, вот у меня есть четкая калибровка, как только я заношу нос, или как только ты схватываешь эту волну, мгновенно, если не в этот же день, то на следующий прилетает просто сразу. По этому носу, да. Вот просто в секунду, и ты сразу встряхиваешь, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, стоп-стоп-стоп, минуточку. Да, 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 да. Это, причем, опять-таки, мы же в зеркальном мире живем абсолютно, нас зеркалы окружают в этом смысле. И я по себе это замечаю, и я очень вижу, как этот паттерн в более ярко выраженном варианте работает у какого-нибудь человека, с которым я общаюсь, и я смотрю, как у него, вот только у него, значит, вот она вот прям уже вот блестит и давит на уши. И вдруг кому-то хренак, и он такой, ну почему? И я смотрю, о, спасибо, Господи, за демонстрацию. Я увидел, спасибо, я увидел. А я у себя вот какие-то зачатки этого процесса тоже начинаю следовать, что, ох, кажется, я, ох, ох, хорош, прям, черт возьми, вот я сегодня. Тут же, да, хлистанусь. Ой, что ж так больно-то? Тем более, мне кажется, актерская эта профессия вообще в зоне риска, понимаешь? Абсолютно. Когда ты понимаешь, что ты физиологический красавчик, и у тебя в добровольном рабстве 600 красивых разведенных женщин, кричат, Андрюша, возьми меня, понимаешь, в первом ряду с ромашками. И ты думаешь, господи, какой, какой же я потрясающий, как ты там, Стас Михайлов. Я удивительный. Ты знаешь, там есть, кстати говоря, один защитный механизм очень классный, потому что вот в сам момент пребывания на сцене, вот в тот момент, если ты начнешь думать про то, какой ты крутой, ты становишься бездарно мгновенно. Согласен. И никаких тебе цветов, никаких тебе криков «браво», никаких, вот ничего вообще. И главное, ты безошибочно это чувствуешь. Вот, я не знаю, у всех ли так, но вот, слава богу, я у себя вырастил вот эту внутреннюю кухню, внутреннюю химию, физику и вот эти внутренние процессы, когда я совершенно четко понимаю, когда процесс катится в правильном направлении, и он не личностный тотально в этот момент. Вот, когда все происходит на сцене как надо, и когда действительно вот чувствуешь зал на кончиках пальцев, когда ты можешь… Да, энергию, да. …держать любую паузу, когда ты можешь себе позволить вообще все, что угодно, и ты слышишь вот эту тишину замерзшего зала, которая очень сильно отличается от просто тишины. То есть вот есть тишина, когда зал молчит из вежливости, ну вот мы просто сели и сидим. Потерпеть. А есть тишина вот… Ну да. И это другое совершенно. Она такая, она такая вот вибрирующая, она вот, это как статическое электричество, это поле, оно плотное, его можно пощупать практически. И в этот момент, если вот это начинает происходить, у тебя нету времени думать про себя. У тебя все внимание занято абсолютно тем, чтобы вот этот кругооборот, чтобы этот процесс происходил. Ты дальше, это вот, и ты читал, смотрите, уже Пелевенский наверняка, там же есть этот блестящий метафорфлюид, о котором ты не можешь управлять. Ты никак не можешь на него воздействовать, ты можешь просто привести себя в определенное состояние, чтобы он позволил протекать через тебя. И в этом, по сути, суть вот этой актерской магии. Ты просто можешь себя привести в это состояние. Тренингами, работаешь, 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 в какой-то момент у тебя вот этот канал как будто вот здесь вот в темечке расширяется и начинает вот этот поток через тебя протекать. И там не личностный абсолютно процесс, там нет времени думать про себя. Согласна. Потом уже, когда спектакль закончился, и женщины припали к ногам маэстро. И потом страшное дело, вот. И потом, ты знаешь, у меня один раз вот у меня несколько откровений в жизни случалось, вот каких-то таких ситуаций, когда мне казалось, что я что-то понял. И один раз у меня вот, как мне кажется, случилось вот прямозарение, когда я вдруг физически прочувствовал, что вот все талантливое, что с нами происходит, нам не принадлежит вообще ни в полраза. Да, согласен. Что ты, что есть вот некий, не знаю, как угодно можно, некая энергия, абсолют, что угодно, есть вот некий этот потенциал, который чувствует потребность себя каким-то образом реализовать, себя выразить. И он находит в себе подходящее тело, через которое ему максимально комфортно протечь. Если это тело, ну, более-менее, вот, подходит по форме, по структуре, и вот, когда ты пропускаешь это через себя, то, молодец, пропускаешь. А дальше, вот, когда начинаются эти мысли про то, что я... Да, да, да. Это начинаются уже вот эти личностные рамочки в головке, вот эта гордынька, вот это все. И оно уже вот к этому протеканию через тебя таланта и вот этого божественного процесса вообще никакого отношения не имеет. И это даже физически очень здорово, ты знаешь, вот, момент выхода со сцены, когда вот ты ушел и спектакль закончился, этот момент отключения от этого канала, он физически болезненный очень. Потому что ты вдруг, ты понимаешь, что вот ты сейчас секунду назад, ты был больше своего физического тела прямо несколько раз. Ты был за размером с этот зал, ты был размером с это здание, ты вот абсолютно это все просто происходило внутри. И вдруг ты вынужден обратно упаковаться в свое маленькое тельце. И это та причина, по которой я в свое время даже текст на эту тему написал, что, пожалуйста, не критикуйте артиста сразу после спектакля, даже если он очень плохо играл. Потому что это эффект, вот, выброшенный на берег рыбы, ему надо там адаптироваться, вот ему нужно какое-то пару часов. Это та причина, по которой очень часто артисты начинают спиваться после спектакля, потому что нужно вот это состояние растерянности и отсутствующей почвы под ногами, нужно вот чем-то его заесть, запить, захвалить. И это предельно беззащитное состояние, когда ты забываешь, что ты взрослый, что ты там опытный, что ты что-то умеешь. Ты превращаешься в абсолютное такое ранимое дитё маленькое, которое вообще не понимает, как сейчас с собой делать. И вот это вот время, поэтому вот эти вот несколько часов очень важно, чтобы там был кто-то, кто может там чаем напоить, выслушать, там по головке погладить, там и так далее. Сделать какие-то простые очень человеческие вещи, просто вот обнять, сказать, что все, молодец, хорошо. Потом, на следующий день лучше всего, если есть что сказать критически, лучше это сделать на следующий день. Поэтому я вот уже даже на уровне галочки себе поставил, я не даю никакую обратную связь, тем более критическим коллегам сразу после спектакля, даже если меня об этом просят. Никогда. Потому что я понимаю, что нужно дать человеку прийти в себя. То есть ты добиваешь потом. И правильно. Спасибо, Андрей. И на этом можно закончить, да? Нет, 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 только для начала. Я вообще считаю, что, знаешь, есть очень хитрая штуковина, для меня, по крайней мере, как для зрителей, потому что мы-то люди, мы-то крестьяне, мы не актёры. Простые персонажи. Вот для меня есть люди-симулякры, это, знаешь, такие нарциссические персонажи, которые изначально выходят на сцену только для сбора лайков. Этот человек не ретранслятор, он конкретно, ранен ли он в детстве, бросила ли его когда-то любимая в 17 лет. Он именно классический вампир, забирающий на себя вот эту вот волну внимания, питающийся этим. И это всегда очень сильно, знаешь, люди этим бывают фонят настолько мощно, что ты вот сразу для себя определяешь, что, ну, есть что-то в этом персонаже такое. Ну, я бы второй раз, честно, как сказала Руша один раз про одну прекрасную женщину, я бы видела эту женщину один раз в жизни, и это ровно на один раз больше, чем я бы хотелось. Спасибо. Прекрасно. Все, спасибо, все, свободно. Ровно на один раз больше, чем я бы хотелось. Да, и есть люди, которые... Мы встречались дважды, первый и последний. Да, и есть те, кто пропускает через себя и то, и понимает, что это им не принадлежит, и они совершенно здесь вообще проездом, и должны быть максимально не заинтересованы. То есть ты действительно проводник, вот это некий такой чистый шаманизм, место силы твоей, сцены, ты вышел, через тебя бог в трубочку подул, матрица что-то сказала. Ты же отдаешь себе отсчет, да, что еще многие люди потом после спектакля говорят, слушайте, вы мне мир изменили, я вот был абсолютно там мразотным угробищем, и вдруг понял, что не в деньгах дело, отдал жене алименты, продал почку, уехал в Тибет. Спасибо театру Вадима Демчука и вам, Андрей, в частности. Бывает же такой частный человек, посидел, хотя, казалось бы, он не к психотерапевту пришел, над ним фактически никто не работает. Мы честно говорим сейчас же, что наш спектакль это психотерапевтическая сессия, как бы, да, это так. Ну, потому что мы, во-первых, ну, то есть у нас все очень просто, опять-таки, мир зеркальный, да? Да. Артисты выходят лечить свои диагнозы, мы тут честно как бы шутим на эту тему, что все монологи абсолютно, все истории, которые мы рассказываем со сцены, это про наши собственные диагнозы, это то, через что нам проще всего что-то в себе там подкрутить какие-то, да, сказать, о чем-то важном для нас. И естественно, что в зале всегда есть люди, с которыми наши диагнозы совпадают. И поэтому в них это попадает, и поэтому для них это тоже исцеление, да, для них это тоже трансформационный какой-то процесс. Я тебе больше скажу, я наблюдала много раз. А сейчас спроси, а самое главное, что целительская сила метафоры, ты как тренер тоже должна это понимать. Вот, да. Потому что завернутая в чью-то биографию, в чью-то образность, это перестает быть назидательностью, это уже там не вот ты, там, это, 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 а это тебе персонаж говорит. Все говорят, там, маленький принц говорит, или там, не знаю, там, Марлин Дитрих тебе говорит, или Ридиард Киплинг, или там кто угодно. Там какой-то вот выдающийся человек тебе со сцены говорит о своих, о том, что для него больно. Ты вдруг понимаешь, что, ой, а это и про меня оказывается тоже. Согласна. Во-первых, метафоричность. Вот этот вот шикарный, знаешь, сама обертка, которая делает, ну, не такой, добавляет иллюзорной легковесности. Всем кажется, что мы пришли, just for fun, это развлечение, спектакль, мы хорошо проведем время. Диалоги толкаем. И уйдем обычными людьми. Ха-ха-ха. Упс. Но да, как бы, здесь вход рубль, выход два. Уходят все другими людьми, во-первых, а во-вторых, еще, знаешь, я заметила это по залу, не столько на самом деле диалоги меняют голову, есть вот эта сумасшедшая энергия. Люди так забавно к этому относятся, они считают, что раз я этого не вижу, не могу потрогать руками. Значит, этого нет. Да, то есть сидят они себе в чернобыльской АЭС, такие, знаешь. Что, безопасно абсолютно прекрасно. И думаешь, абсолютно, да. А почему нет никого? И вторая голова тебе говорит, все в порядке, сиди, не двигайся. А по поводу энергии, еще, знаешь, я много раз замечала, когда люди говорят, я ходила к психотерапевту, мне мой психотерапевт, допустим, там, советов никаких не дает, директивных руководств не дает. На самом деле тебя всегда реально меняет человек, даже фактом присутствия, если он напротив, это два сообщающихся сосуда в любом случае. То есть если это не официантка в Макдональдсе, и ты не 10 минут видел этого персонажа, а ты пообщался и достаточно был открыт в моменте, то вот с этого момента у тебя вся твоя матричная система начинает идти по другому курсу. И иногда эти люди, если они обладают достаточным зарядом и харизмой, меняют твою жизнь кардинально. Именно по этой причине я, вот у меня есть какое-то количество людей, с которыми я считаю необходимого для себя, там, хотя бы раз в квартал, раз в месяц, раз в полгода хотя бы, но обязательно встречаться, потому что это для меня сверх такая. Я даже образ в какой-то момент у меня родился, как пилота в соседних самолетах, то есть можем быть в разных странах, заниматься вообще параллельными делами, но вот там хотя бы периодически надо стыковаться, а полет нормальный? Нормальный, все, туда-туда-туда, живой-живой. И вот это как раз, и через эту сверку у меня происходит корректировка курса очень часто. Прям вот, это вот люди-компасы такие, через которые ты просто вот в нем отражаешься и себя спрашиваешь, знаешь, как у Довлатова, там, каждый образованный человек должен периодически спрашивать, у тебя не говно ли я? Вот, и ты как бы так вот заодно так сверяешься. Это мой любимый вопрос. Да-да-да. И там, а поскольку я знаю, что эти люди, они очень честные в этом смысле отражения, и они мне очень четкую картину дадут, потому что, причем не словами опять-таки. А если я косячу, то мне оттуда какая-то обратная связь прилетит, что или со мной разговаривать долго не захотят, ну, по каким-то причинам. Ой, я занят, а мне, знаешь, что-то как-то не могу. Молоко убежал. Да, да, все. В неизвестном направлении, да. И это для меня обратная связь тоже постоянно. Мне вообще кажется, что это дико полезная штука, воспринимать вообще весь диалог с миром, как вот как диалог, где ты что-то делаешь, а тебе какая-то обратная связь прилетает. И это, во-первых, лечит... С какими людьми ты сразу прекратил общение? Вот как ты калибруешь? Что ты называешь вообще токсичностью? Что для тебя сразу нет? Тоже вот, опять-таки, есть люди, которым я могу какую-то токсичность простить, потому что, например, это какие-то, ну, из очень близкого круга. Я понимаю, что, например, там человек, которому уже 60-е больше лет, переделывать поздно. Можно просто обнять, пожалеть, как бы, ну, и внутренне... Понятно, простить. Это вот, ну, здесь вот так. Если мы говорим про каких-то сверстников плюс-минус, да, и каких-то новых людей, то, ну, вот, я стараюсь себя ограничивать от людей, у которых все время кто-то виноват. Согласна, да. И у людей, которые живут из пресуппозиции, что мир что-то должен. Что процент? Вот, наверное, вот эти вот две вещи, вот когда человек транслирует, что кто-то виноват, и мне кто-то что-то должен, вот это для меня, наверное, самые такие вот штуки, которые я стараюсь от себя держать подальше. Еще что, ну, инфантильность во всех ее проявлениях не люблю. Вот, когда неготовность брать на себя ответственность за то, что со мной происходит, вот это перекладывание постоянно, ну, это фактически, опять-таки, кто-то виноват. Ну, да. То есть, вот это постоянное перекладывание ответственности на кого-то вовне, вот это для меня прям сильно раздражающий фактор. А советчиков, которые тебе говорят, слушай, Андрюха, не получится у тебя вот тут... А, вот, да, да, вот это тоже мой любимый очень тип. Любимый, кастомая. А, и таких было сколько-то, когда я переезжал в Москву особенно, и, да, там, я причем, я потом уже понял, по какой причине я перестал с этими людьми общаться, вот, иногда интуитивные действия, они оказываются очень верными. Просто потому, что я понимал, что мне здесь плохо, просто мне физически плохо здесь становится, мне больно от того, что никакого негатива, вроде бы, ну, что ж, как у тебя все не получается. Из лучших побуждений же всегда. Какой же ты, слушай, ну, это вот ты зря, конечно, зря, потому что, ну, что, ну, это исти же тяжело здесь, ну, денег нет, ехал бы ты обратно, ну, там, как-никак, ну, мама все-таки там как-то, ну, все-таки же, ну, что ты здесь, ну, что кому-то здесь нужен, значит. И у меня в этот момент очень внутренний протест против этого, во-первых, возникал, я выловил что-то, что, о, не-не-не-не-не-не-не. Вот я опять-таки очень благодарен Я не знаю, откуда они брались Эти защитные механизмы в тот момент Но они откуда-то взялись То ли вот где-то они были встроены, видимо, там бабушкой Мамой еще на уровне совсем какого-то Детки каких-то, не знаю Ты отсекал вежливо, придумая Ну, какой-то некий предлог, что, дескать, слушай Стриг, не могу тебя заехать занят Ты знаешь, прямо вот не могу Или рубил, что до свидания Не, не рубил, никого вроде бы не рубил Но просто переставал общаться, переставал Звонить, переставал выходить на связь Ну и там, в общем, как правило На вторую, третью итерацию, там уже человек понимает Что, видимо, нет смысла Ну и как-то оно все сходило на нет И да, дышать легче становится, конечно Я просто прям хочу на этом Сакцентироваться, знаешь, потому что у многих людей беда Они крайне халатно Относятся к ближнему кругу И почему-то искренне верят Что, во-первых, очень смешное всегда Оправдание, что я вот слушаю, в себя не впускаю И у меня есть некая иллюзорная защита Там фаервол 89 уровня Я, значит, фильтрую, у меня все на входе Замечательно Сколько энергии тратится на то, чтобы эту защиту держать? Я больше скажу, знаешь, я думаю, что Хотя бы это Мозг же хитро работает Слушай, он все время собирает некую аналитику Ему, по большому счету, все равно, что сканировать Если он слышит из 10 входящих 9, что старик И причем это не всегда делается напрямую, что не получится А это какой-то вздох, что, слушай, тяжелое время, кризис Ты знаешь, так нелегко Сколько до тебя погибло в этой пучине Ускольких не сложилось И тебе будет непросто Сколько нас, упавших в эту беду Да, и начинаются какие-то псевдоценные советы Что я бы на твоем месте там тысячу раз подумал Ты, конечно, талантливый человек И ты, конечно, прорвешься, но, наверное, лет через 60 И не в Москве И не в этой жизни И не в актерской профессии А будешь, да, помидорами И в этот момент очень важно прямо как-то жестко сказать Что, ребят, спасибо большое за обратную связь Я все понял Мы вам перезвоним Я когда... Ты прямо это сейчас... У меня же как раз был текст, который я написал Через два года после переезда Это вообще другой человек, который этот текст написал И очень прикольно мне было пересчитывать Он так и назывался Мы вам перезвоним или записки стрельного воробья И я там написал в том числе и про этих прекрасных советчиков И про то, как это дико важно Чтобы рядом находился хотя бы один человек Который в тот момент Вот в тот момент, когда ты сам в себя уже нихрена не веришь Потому что вот эти моменты, они, конечно, наступают И никто из нас не железный Феликс И в момент выбора, конечно, там есть вот этот момент Когда нужно пройти через кризисную фазу И тогда еще у меня не хватало осознанки понимать Что любая кризисная фаза, она имеет, наверное, цикл Она имеет начало, пик, конец И потом просто, да, это вот спиральная история Которая совершенно нормальная И кризис это естественная часть процесса любого И если ты в кризисе, значит, поздравь себя Окей, значит, скоро будет новый этап Тогда я еще этого не понимал Но уровень, в какой-то момент Любые вот эти внутренние механизмы Что ресурс есть всегда И так далее Я все смогу Я сильный Я самый сильный Я самый матерый Я даже не знаю, что значит Мы даже не знаем, что значит слабость Я даже не знаю, кто такой матерый Вот в этот момент очень важно, чтобы был какой-то человек Который, когда ты уже падаешь Когда уже там нет разговора То есть в этот момент коучить бессмысленно В этом смысле у Таньки Мужицкой была блестящая ситуация Когда у нее были серьезные проблемы со здоровьем И она просто написала пост из серии Что вот я вот лежу, вот у меня вот все вот так Напишите мне что-нибудь хорошее И там, значит, какие-то вышли, значит, партия в белых купальниках Сказали, Татьяна, а что-то вы как непрофессионально себя видите Но вы же у вас тут столько подписчиков Но вы поработаете как-то со своим ресурсным составом Что же в конце концов Вы же НЛП-тренер, как вы можете вообще? Она забанила, значит, эту партию сначала А потом сказала, говорит, еще один у меня такой появится Выжгу нахер Потому что в момент, когда человек умирает Не надо с ним коучингом заниматься Надо человека обнять Погладить по голове и сказать У тебя все получится, все хорошо Все будет хорошо, я с тобой И вот у меня, слава богу, вот этот один человек был В тот момент, который вместе со мной переехал Моя бывшая, но супруга Единственная жена, да Которую я люблю по-прежнему И вот это я до сих пор Это, наверное, главное, за что я благодарен безумно Потому что вот были вот эти ситуации Когда у меня была улыбка близкого человека Говорит, все равно, ну да, ну ничего страшного Чтобы быть хорошо, я все равно в тебя верю Вот, и это действительно Я прям всем желаю людям, которые совершают какой-то важный выбор в своей жизни Чтобы был хотя бы один человек, с которым можно было просто хотя бы по телефону позвонить И который может сказать все самые-самые важные слова Это правда, потому что на этом этапе все ломаются Действительно тяжело, когда все сыпется Тем более ты в чужом городе И ты видишь и так, что все двери закрыты И некуда стучаться И такое опустошение И еще умные советчики, которые говорят Ехал бы ты отсюда Спасибо, ребят Мне еще очень сильно книжка помогла Я тоже про нее тогда вот на шоу истории рассказывал Могу сейчас уже рассказать, что была за книжка Это был Михаил Веллер Книжка «Мое дело» Я вообще ранние книжки Михаила еще очень люблю И ранние, и средние, и поздние Именно за вот этот заряд жизненной энергии Невероятно витальные Которые там в них содержатся И там в этой книжке он рассказывал про то Как он пытался опубликовать книгу своих рассказов Первые вот в протяжении 10 лет В Ленинграде в глухих 70-х годах Там дело произошло что-то с 78-й И где-то там вот до 82-го, как раз до смерти Брежнева И я читал это дело И я понимал, что в общем Мои проблемы Это детский сад Это курорт по сравнению Что было там у него Что... Серия говорит Я не спился по одной причине Мне не до что было пить Просто Потому что как бы спивались те У кого были деньги на алкоголь А у меня и не было денег на алкоголь У меня там был хлебушек Там было, ну там максимум кипяточку В сложные периоды Ну и может агодекалончику я мог Чуть-чуть жахнуть Чисто так это себя в порядок привести И у него там была одна глава Которую я вот вызубрил практически наизусть И она у меня была как мантра С определенным набором вот этих живительных слов Которые я повторял себе Вот в особо трудные моменты Там, кстати И, кстати, это философски очень важная мысль Она прям терапевтически очень важная Что результат, к которому ты идешь Знаешь, есть процессники и результатники Есть люди, которые фокусируются бесконечно Что будет, когда у меня будет дом, миллион, машина Квалификация, муж и так далее Вот когда оно наступит Вот тогда, наконец, вот тогда заживем Вот А до тех пор это херня все сейчас Это все не жизнь А жизнь будет вот там А есть люди, которые наоборот Вот каждую секунду И при этом они тоже к цели То есть и одна, и другая стратегия Она имеет свои плюсы и минусы Но вот там у Веллера была чудесная формулировка Что победа — это каждый шаг на пути к цели А не конечное ее достижение Согласна, да Путь Тогда вот у меня 23-летнего парня Сама вот эта идея Что оказывается Каждым шагом своим В нужном направлении Которому никто не помешает сделать Никто не помешает мне Сходить на еще один кастинг Написать еще один резюме Там куда-то еще раз позвонить Это мой внутренний вот путь Который я вот делаю Просто every single step Я свой every single step делаю А что там будет вселенная делать Это ее То есть я просто делаю Все же зависит от меня А то же зависит от нее Пусть делает она вселенная И вот это меня вылечило сильно В тот момент Это прям вот было спасением Если бы у меня была возможность А кстати у меня была возможность На одну встречу я пришел Когда Ведер встречался с читателями Я к нему прям подошел Сказал, что спасибо за то Что вот ваша книжка меня спасла прям Это не метафора Прям физически Вот И он как-то очень даже Трогательно меня поблагодарил Ему явно был приятный Этот момент услышать Вот Представляешь, сколько людей Спас ты, например Не представляю Ну тебе Тебе же пишут Слушай, ну Оно дико приятно, конечно Когда пишут И благодаря Ты это прям В этот момент чувствуешь Осмысленность вообще Все, что ты делаешь И Я вот говорил Я еще раз скажу Что вот этот вот момент Когда у человека что-то происходит Позитивное какое-то изменение Трансформация Оно реально У него У меня возникает ощущение Что о, не зря живу Не зря молния копчу Клево И оно действительно Там очень тонкая грань Это вот правда не про гордынку В этот момент Это просто вот Такое счастье Очень-очень Вот такой фонтан Внутреннего счастья Господи, как круто Как это вот классно Что это просто Кайф от того, что это произошло Да, что кто-то полетел Ну да, там Гриша подсчитал В какой-то момент Что наш спектакль Что спектакль С моим участием Посмотрел где-то В районе полумиллиона человек Что-то такое Там было В районе 400 с чем-то тысяч Что-то такое было 225 А, ты, 225 Ну не полумиллиона Пока 225 Ну тоже ничего Вся цифра Вот А я даже Мне в голову не приходило Посчитать Сколько это было Вот оказывается Вот уже 225 тысяч человек Видел наш спектакль Это блин Твои А, именно конкретно С моим участием Только мои Да, но здесь видишь Интересно как Понятно, что Часть людей ходит Условно насладиться Эстетически Крутые актеры Вопросов нет Спектакль классный Это и весело И интересно И круто А часть людей Действительно меняет голову Причем иногда Того не желая Вот представь Человек зашел У него же правда Есть иллюзия Что это Я просто пришел Условно развлечься Мне будет Есть такие люди Прям приходят Они иногда На тренинги приходят И у тебя Совершенно другая карта Мерта Ты говоришь А, слушайте Так вот же здесь Как все устроено Я поняла Наконец-то Эгегей Вот очень часто Именно до школы игры Люди доходят До школы игры Именно доходят люди Которые Начинают с того Что я вообще пришел К вам на спектакль И вообще театр не люблю Ну да И вдруг Я вообще Не понимаю Что вот это вот Все там Кушать подано Вот эти люди На сцене Это вообще Не терпеть Ненавижу Это все Это все Какая-то херь А тут вдруг Вот я что-то Я пришел Мне сказали Сходи Но я сходил А что Кто такие вообще Это вообще Как это было Это как вообще Все происходит Там действительно Есть определенная технология Которая устроена Хитрым образом Она заставляет Человека в зрительном зале Почувствовать себя Участником Всего происходящего процесса Не выходя на сцену И при этом Это все действие Вдруг происходит со мной На сцене Ничерна не происходит Слушайте Там просто человек По бумажке читает тексты А вдруг Выясняется Что оказывается Я там в главной роли Блин Вот это все Вот через меня Тут вот Интересный вопрос Нам задала Аня Ну здравствуйте Если когда ты вошел в пике И все посыпалось И не нашлось Именно в этот момент Человека рядом Ну так сложилось И ты попал в воронку И дал слабину И потом сделал неверный шаг И потом предал себя А теперь А теперь 20 лет Ты не можешь выплатить Потому что не хочешь Никого напрягать Своей токсичностью Доктор Не хочешь никого Напрягать Своей токсичностью? Да Ну мне кажется Ты должна там написать Свой телефон Как бы сказать Позвонить мне Спасибо Андрей И в общем Мне есть что вам сказать Ищербывающий ответ Ну Ну я правда не знаю Вот в этом смысле Потому что Мы вот говорили с тобой О том что Есть люди у которых Достаточно запаса энергии По тем или иным причинам Для того чтобы Все менять бесконечно А есть люди у которых Недостаточно И я не вправе здесь Черт возьми Судить никого Я не вправе сказать Что ты развивайся Эволюционируй Иначе жопа тебе И сиди там Ну это тоже Можно я открыть Это тоже жопничество Еще сейчас Но я хочу Просто мысли До конца довести И просто Я в тот момент Когда я немножко Поизучал Что такое Психика суицидника Например Это сейчас Чуть в сторону Я понял Что там есть Определенные условия Что Например для человека Любовь Дружба Товарищество Тепло Уважение Это просто слова Ну да Они вообще ничего В себе не несут И человеку Разговаривает Про позитивное мышление Что Эй Вселенная Любит тебя Согласна А у него в детстве При этом там Полный трэш Какой-нибудь Происходил Что там не то Что о любви Там даже О нормальном детстве Речи не шло И какой Черт возьми Я имею право Человек Более-менее Которого любили Мама и бабушка И в целом У меня там Никакого шлака В детстве Слава богу Не происходило Какое право Я имею Этим людям Рассказывать Что Эй Вставай Иди Ну Вот Руку протянуть Но я по возможности Стараюсь Да То есть Вот те люди Ко мне За этим обращаются Да Что сказать Что вот Можно Вот такие ресурсы Есть Вот это Можно поделать Вот это Можно поделать Но опять-таки Я могу пройти Только 50% Своего пути Вот да Вот есть Некая шкала И там есть 50% Которые я могу пройти Я могу предложить Инструменты Такие Секи Пятые Десятые Могу предложить Книжку Я могу предложить Инструменты Механизмы Я могу там Протянуть руку И одну И вторую Но я не могу Пройти Твои 50% Пути Ты должна Пройти ко мне Сама Чтобы мы На середине В сосиске Встретились Тогда да Я не знаю По-другому Как Можно я Да Давай Я хочу сказать Вот Аня написала Еще одну сакральную фразу Что ребята Вы крутые И говорите Все по делу Я с вами в диалоге Во-первых Я верю Что случайности Не случайны И когда человек Условно подключается К какой-то трансляции Не может проходить Ты понятная А я-то непонятная Вообще Человек может быть Шел поесть В ночи круассаны К холодильнику И вдруг Бубнят Два каких-то Невнятных персонажа Аня сила Добродушно послушала Я верю Что слова Трансформируют Достаточно сильно Если это слова Заряженных людей Которые когда-то Что-то прошли Свои какие-то Вопросы решили Не значит Что они там Лучше, умнее, красивее И на неком пьедестале Но просто Условно Там есть некий бэкграунд У меня было там В жизни Когда у меня На моих руках Умерла моя мама И в этот же год Погиб и мой любимый человек И не было ни одного Человека рядом Вообще Ну кто бы Вот как ты там Поддержал Я могу со всей ответственностью Сказать Что это самые сильные Крутые моменты Которые меняют Так как тебя не меняет Больше ничего Вообще просто ничего То есть если ты выжил В этом цунами И там Не подумал о суициде Не полез на стену И не гикнулся И не чокнулся То конечно Появляется Вот Ну это моя любимая фраза Что любой антиресурс Это по факту ресурс То есть в моменте Понятно что тебе кажется Что я сейчас лягу и сдохну У меня нет сил Причем никогда не было Никаких настроек Там знаешь Выйти в окно Вскрыть вены Что-то сделать Нет Ты просто ложишься Пластом Из нижнего окружения Из дальнего окружения С Томом Джонсом В конце концов Присяг на его концерт И просто себе Как бы поменять Прошивку Сказать что внутри меня Оно есть изначально Но не оказалось Рядом того Кто тебя там Обнял Поцелов Вообще ничего страшного Отряхнулись И дальше пошли Просто нужно время Кто-то в депрессии Слушай Два года лежит Это тоже не смертельно У всех Разных Здесь не может быть Про эти книги пишут И Да Да Выход вверх Говорят Тошнота была написана Как раз В том самом состоянии Книги Которые читают Вот Да Поэтому Я просто к тому Что действительно Круто Если рядом есть Мама, папа Любимый человек Учитель какой-то Который скажет Что я ге-гей Ты все можешь А бывает Полная Полная Беспросветная задница Но Я просто еще Извини Прерву У шаманов Есть такое понятие Когда я жила В Якутии Несколько лет с ними Это у них считается Некое благословление Это самый крутой момент Это инициация То есть Вот Может быть Умение пройти кризис Это вообще Классная школа Бывает Что Ну вот У меня несколько друзей Через это прошли В прошлом году Там у тебя Диагноз Лейкоз Четвертой степени И ты поминаешь У тебя говорят Цигель-цигель Алюлю У тебя там Месяц-два И человек начинает Быстро вспоминать Факт Вообще Что случилось Почему Где я накосячил И вообще Как бы Можно ли эту машину Развернуть вспять Кого я там Не обнял Не долюбил Не простил Не сказал Бегом-бегом Потому что Удивительная женщина Которая вообще Мой мир перевернула Несколько лет назад Это была Марджана Садыкова Это девочка Которая была 12 лет В детском хосписе Она записала Уникальное обращение А мы на тот момент Помогали хоспису Ну так знаешь От случая к случаю И тяжело вообще Я считаю Что это какие-то Феноменальные люди Люди Которые там На постоянной основе работают Потому что это конечно Ну Это безумно Хотя Это место Где концентрат любви И каждую минуту люди ценят Там все по-другому течет время Это вот как-то Люди по глупости Думают Что это люди Это место Где люди умирают Ну да Совсем не так Это место Где ценность жизни Становится В тысячу раз В тысячу раз больше Когда каждые секунды Приобретают вообще Другую броду Ценности Конечно И у нее были Конечно Феноменальные слова Про то что Во-первых Мы приходим сюда много раз И все есть опыт И ты здесь По большому счету На экскурсии И если у тебя есть намерение То появятся люди И помощь придет Если у тебя есть какая-то мечта Не откладывай на завтра условно Ну и у тебя нет ограничений По факту То есть ради бога Она же стала фотографом Уже в этой ситуации Когда она фактически Ходить не могла И были дикие боли И там увеличивались Эти дозы морфина И ребенок Представляешь До 12 лет человеку Он мог бы там Просто плакать И говорить Мама мне плохо Она сказала Нет Я хочу творить Созидать Рисовать Дайте мне возможность Я хочу вот Остричь Да Это конечно Невероятная сила духа Опять же Возвращаясь к тому Насколько потенциал Огромен Вот этот внутри И как он раскрывается В разных ситуациях Как тебе просто Начинает плющить В кавычках И что из тебя выходит Я хочу сказать Что вот Конечно Качество прохождения Кризиса Оно вообще Это действительно Это абсолютно Инициация В том смысле Что наверное По настоящему Взрослым человеком Ты наверное Снежишь тот момент Когда ты какой-нибудь Один большой кризис пройдешь Да И теперь уже Вот последний год У меня был в этом смысле Ну такой Ну конечно Слава богу Там не Не с болезнями Какими-то серьезными Связан Но не простой В смысле Трансформационный Каких-то процесс И теперь уже Я на любой Вот такой процесс У меня всегда Есть как минимум Два меня Один который Вот в этом процессе По самоуше Где-то вот там На дне лежит Болото И поэтому Дну ползет А второй В этот момент Откуда-то сверху С дирижабля Смотрит на Большую карту Где отмечен путь Который куда-то движется И где-то там На этой карте Вот там Я вижу Что сейчас Вот мой герой Он вот там Вот в той точке Я четко понимаю Что с точки зрения Вот всей карты И всей драматургии Это безумно красиво Что это я потом Вспоминать с умилением Буду Буду писать Это об этом В мемуарах И бы описывать Какая у меня была Черт возьми Насыщенная жизнь Ведь это же Правда абсолютно Опять-таки Виллер об этом писал Что насыщенность жизни И вот это ощущение Себя живым Оно измеряется Не количеством Позитивных эмоций А амплитудой Между условным негативом И условным позитивом Что вот чем эта амплитуда Больше Тем вот это ощущение Насыщенности Наполненности жизни Становится шире И вопрос только в том Как ты относишься Вот к любым Происходящим процессам Что вот есть этот плюс Там какой-то условный Минус Я почему-то говорю Условный Потому что мне действительно Кажется Что сейчас вот эти Плюсы и минусы Они вот тут Только находятся И вот если вот Есть этот фокус Внимания Вот этого Некого вселенского Зрителя Внутри себя Который оценит Какая красивая история Какая драматургия Блин То это вот Является Вот туда Периодически выныривать Это конечно Тоже ресурс огромный Согласна И ты повторяешь Слово герой Она у меня Сакральная Это же великолепная Книжка Кэмбел Многолекий герой Да Путешествие герой Потому что Он действительно так и есть Человек по мере взросления Ему дают какие-то задачи Говорят Слушай Ну а теперь Давай попробуем У тебя в этой ипостаси Пройдешь ты Не пройдешь Там свои символы Ты видела Гайричевского После Короля Артура? Нет О, это что? Посмотри обязательно Потому что Это очень удивительная история Значит Во-первых Фильм провалился В прокате Это первый интересный факт Второй интересный факт Это кино Которое Во-первых Оно терапевтическое От начала до конца То есть Это вот кино Весь фильм Это метафора Одной терапевтической сессии Абсолютно От начала до конца Вплоть до того Что там есть Трансперсональные образы Там есть символы Из южноамериканской Традиции Айуаска Там такого Она зашита Спасибо, Андрей Что лишил меня клиентов На ближайший год Идите, говорит И посмотрите Фильм Гайрич Сейчас половина клиентов Все знают Это узло Просто что Вот И просто Ты смотришь кино И там абсолютно И оно абсолютно Снято по По структуре Путешествия героя С обретением меча В прямом смысле слова Со всеми делами Как этот Как человек убегает От собственного меча Призвания То бишь Призвания, да Как он от своего пути Убеждает себя Что нет, это не мое И это мне показалось вам Что я его вынул Так легко Уберите это от меня Я буду дальше Тут заниматься Чем я там буду заниматься Картошку копать буду Я хорошо копаю картошку Не надо мне вашего меча А вот кстати Какая интересная тема Когда ты видишь человека И четко видишь Что он вообще Не на своем месте И ему А этот человек Достаточно из близкого окружения Ну не друг Но знакомый Знакомый Вполне себе Такой хороший Добрый персонаж Ты понимаешь Что ему прилетает За трещины Потому что он вообще Ну не там И не с теми Ты вправе Дать какой-то совет директивный Или ты говоришь Нет, нет запроса Я могу аккуратно Попытаться Там ноготочком Поковырять На тему А слушай А может А Нет Если там совсем Вот Туго Ну ладно А у тебя перед глазами Были яркие примеры Когда ты четко понимал Что человека вообще С шахматной доски Убирали Потому что он не выполняет Предназначение Такого не было пока У нас был просто случай В прошлом году Совершенно уникальный Ну Он был не один Он меня поразил Настолько Что я долго От него отходила Мне написал Потрясающий парень Он Фотограф Достаточно известный Лешка Колов Талантливый В паре С Сергеем Шармом Они делали Такие Ну действительно Хорошие работы В Москве Шикарные студии Там приезжают Олигархи Со своими Красивыми 14-летними Любовницами На цепях Понимаешь В соболях И в жемчугах Все без трусов Делают Себе селфи-пати Об этом Постанавливали Часов Афроамериканцы С опахалом И балериной Из Большого театра Прыгают Тоже И Стас Михайлов Или Зайта Сторта Да И он как-то Постучался Интересно Сказал Слушайте Инна Сергеевна Не хотите ли вы Сделать фотосессию Вот мы вас увидели В каком-то видео Хотим вам Прямо подарить А я открываю Его боекомплект И вижу там Какие-то знаешь Золотые унитазы Какие-то Порча Все как мы любим Барвиха Лухарь Виллаж Вот эта вот Вся история Я говорю Слушай Интересный вопрос Но я наверное Не готова В таком разрезе А в виде остальной работы Я говорю Тебе не хотелось бы Для Зрозового Майбаха Можно как-нибудь Да Не хотелось бы тебе заняться Чем-то таким более Интересным Он говорит Я бы хотел снимать Там рассвет и закат И детей Может быть Какие-то такие Сакральные вещи И вообще Их или нет И он озвучивает Интересную фразу Он говорит Я бы поснимал Сейчас в Паланге Море Я говорю Что тебе мешает Оказаться в Паланге На море Сейчас он говорит Ну блин Завтра там приезжают 17 депутатов Они тоже делают Фотосессию С какими-то Гей-клубами Да И будем раскрывать карты И как-то все расписано И деньги есть И вроде бы формально У этих людей Знаешь формально Всегда все замечательно То есть есть некий доход Есть работа Есть еще поговорка Работа занимает все Отпущенное ей время Вот Проходит месяц Мы договорились Созвониться И как-то все это затихло Потом через какой-то период Выяснилось Что у Лехи лимфома Ее обнаружили случайно Это было уже четвертой степени Врачи сказали Что ребят Это поздно-поздно Если бы вы чухнулись Хотя бы там пару месяцев назад Может быть Мы бы там Успели в Израиле Это все вылечить И мы в шоке Когда приезжали в больницу Это было на проспекте Мира Мы его навестили И уже немощный Абсолютно Леха А это был 37-летний красавчик Такой знаешь Блондин с голубыми глазами Я помню тебя после Роскошный совершенно парень Жизнерадостный человек Которого это родина Билый хвост и в гриву И он всю жизнь В детском доме промыкался У него еще отобрали квартиру Он спал на вокзалах Там до 20 лет Ну то есть Все свои семь круглыхадочек И он меня так приобнил Он говорит Ты знаешь Если бы Три месяца назад Я поехал в Палангу Я бы уверена Что все пошло по-другому Вообще совсем по-другому И он оказался в Паланге Уже когда его прах развеяли Над водой То есть человек захотел Человек там оказался Но это так хлистануло Понимаешь Мы виделись один раз в жизни Вот уже когда я приехала К нему в больницу И настолько это меня просто Как бы в тот момент Стряхнуло Потому что Синхронно с этим Две моих Одна клиентка Одна подруга Одна улетала в Анталию Где у нас был взрыв в Турции Самолет Не самолет А в аэропорту Когда был терак В общем Она улетает Она не могла книгу дописать Сесть за книгу год И вот эти все Завтра-завтра Сяду за книгу Завтра-завтра Я буду выполнять свое предназначение Но сейчас у меня хорошая работа Дети, муж, семья 16 любовников Вообще не до того И тут вселенная берет И на отмышь лупит Тебя по загривку Говорит Слышишь Времени не так много Ты же не знаешь условно Долетит ли твой самолет завтра Доедешь ли ты На свою станцию В метро Все в подвешенном состоянии И самое интересное Знаешь, что она вышла в аэропорту В момент взрыва Она должна была Оказаться в эпицентре Она забыла зарядку И она говорит Я понимаю Что мне нужно зарядить телефон Что я сейчас Отзвониться должна Там, например Маме и дочери Прошу у кого-то Иду в другой конец аэропорта И раздается просто Это все в клочки разносит Ира села за книгу О, в этот же день То есть как бы Хороший Терпевтищик Как там было В Юноне О, вот Щенок Я ему объясню Беспереводчику Знаешь Объяснил Беспереводчику Да, когда ты говоришь Все, 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 ребят Я Не надо, я понял Вот Я к тому и веду Что иногда Меня прямо подмывает Это так У меня вот Я недавно Одно очень важное решение За которое прям Я вот когда его принял Я понял, что вот я повзрослел Еще чуть-чуть Я принял одно Очень важное для себя решение Задав себе Один-единственный вопрос Слушай, вот Если тебе жить осталось До Нового года Да, что ты будешь делать? Ты Хочешь Два месяца Из этого Остатка жизни Посвятить Вот этому Да, потому что Да И дальше Все так просто стало А еще Тоже вот опять Из серии Знаешь, можно про свои технологии Рассказывать бесконечно То есть из Убера Ты ушел в тот момент Из Убера, да Я больше В такси я больше не работаю Прости Прости, Магомед Я занесу 200 долларов завтра Может быть Да важно Уточнее Может быть Сбила я тебя Сбила, 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 сбила А, да Можно про свои технологии В том числе Тренинговые рассказывать Бесконечно Тебе кажется Что ты уже все про них понял И что Ну я-то уже Конечно же Я всегда так делаю Сколько можно Общее место практически И тут вдруг Значит Когда как раз Я нахожусь В процессе Вот этого Мельтешения Между принятием решения Я пишу сейчас Текст Для нового монолога Для закрыта глаза И смотри Про Николая Степановича Гумилева И читаю его биографию Параллельно с этим И вдруг Пока вот я значит Это все у себя в голове Кручу Этот конфликт внутренний Я себя спрашиваю А что Если сейчас На моем месте Бо оказался Николай Степанович Гумилев И дальше Все как мы любим По логическим уровням В наупи Начинаю спрашивать А что бы его окружало А что бы он делал А что бы ему было важно А как бы он это делал А что бы он боялся Дохожу я до вопроса Я вдруг понимаю Что то Чего я Андрей Сейчас боюсь Для Николая Степановича Тремя попытками Самоубийства Дуэлями Полным георгиевским Кавалером И расстрелом В 36 лет Тьфу вообще И растереть Да Вообще ни о чем Согласна То есть там бы даже Размышлений не было бы В этот момент Потому что был бы Очень простой вопрос Я этого хочу Нет Да И вдруг Когда ты понимаешь Что ты вдруг В свою голову Помещаешь персонажа Который бы Для которого Это вообще Ситуация Ну что называется Ее не существует Вдруг меняется все Вдруг выясняется Что какие-то Очень сложные решения Принимать очень легко Просто берешь И вы принимаешь И С готовностью Правда заплатить Любую цену за это Я принимаю это решение И я готов заплатить Ту цену Сколько будет стоить Моя свобода Сколько будет стоить Моя честность с собой Сколько будет стоить То что я себе не вру Сколько будет стоить Что я не делаю То от чего меня тошнит Все очень просто Да В основном Людей сприножит цена Они понимают же Что за все В этом смысле Надо будет платить Что уж Коль скоро Ты жжешь мосты И уходишь У меня был случай Интересный Мы вчера Списывались с человеком Мы не слышались Там наверное Года три Достаточно И успешный Такой был Украинский бизнесмен Все хорошо Размеренная Жизнь Дети Жена Работа Все чудесно И вдруг Человек решает Писать сценарий Ну захотелось Так знаешь Вот просто Вот вожжа под хвост Попала Вот как бы Все вокруг начали Какие-то знакомых Знакомых Там рассказывать Про свои удачные проекты И никто не поддержал Это опять возвращаясь К вопросу Ани там Не супруга любимая Которая обожает его Она замечательная женщина Но из самых лучших побуждений Зачем-то сказала Что послушай Спилберг ты мой карманный Все умоляю Где ты И где вообще Синематур Сиди вообще Не трензи Тем более У нас детей В советских семьях Да сиди уже Куда ты все лезешь На борща поедешь Вот это все Куда ты собрался Опять Несчастный ты Неудачник Ты мой любимый Да-да-да Это было Из самых Таких благих намерений Причем Это сказала она Это сказали там Родители Друзья В общем Крестные братья и сестры Все покрутили у виска А это вообще Очень интересный момент Сейчас просто маленькая сноска Что в тот момент Когда человек Принимает судьбоносные решения Да-да Больше всего Отговаривают И хватают себя За ноги Недалекие Не враги никакие А самые близкие люди Потому что Очень страшно Потерять ту зону комфорта Которая у вас Уже создалась Ну что было понятно Миллион долларов Каждый год Ну что А там непонятно Что будет Ну что А ты про нас подумал Изверг Они чаще всего Этого даже не говорят Там не озвучивается Вот это Чудесный пресс-саппозит Они просто говорят Да ты что Слушай Нет Ну это же Во-первых Учиться два года Куда-то ездить К мете Это же время Деньги Тебе 37 лет Послушай Ты пожилой человек В конце концов У тебя подагра И артрих Митя Пожалуйста Не надо Может быть просто Первые признаки маразма Ставьте Человек сам внутри себя Решил Что не-не-не Слушайте Все конечно Всем спасибо за советы Но я пожалуй рискну Он сейчас ведет Спокойно 8 проектов Работает То есть все случилось Именно знаешь На холостей Весь знакомый кинорежиссер А познакомься А то я не снимал А то я не снимался Два года А я думаю Что вас надо Кстати да Свести С прекрасным человеком Но я к тому Что действительно Даже когда никто Не поддерживает Если есть вот эта Внутренняя уверенность В себе По-хорошему Упертость какая-то И такая Одержимость В кавычках То это круто И тоже ведь там Очень тонкая игра Между тем Чтобы верить в себя С одной стороны И честно Проламывать головой Стену Если это есть необходимость И увидеть тот момент Когда ты понимаешь Что дверь на самом деле Не тут И что вообще это стена Это вообще это стена А дверь Вот Отойди А тебе вообще сюда не надо Это вот тот момент Когда я понял Что мне не надо быть Звездой эстрады И в общем Пекческая карьера Это не мое призвание Это тоже потребовалось Какое-то время Чтобы я это понял Потому что Ну когда ты начинаешь Долго-долго Фигачишь-фигачишь И ты понимаешь Что у тебя не получается Или очень тяжело Или не получается Да То видимо Чувак Что-то ты Какие-то есть помечены На линии Что-то здесь сигналом не так Да А там где твое Как правило Это начинает происходить Так легко И так быстро Просто То есть я помню Когда вот То есть Меня очень легко Взяли в театр Аня вот тогда И вот просто Когда я тогда Вот недорассказал К Алексею И говорит, что я пришел На это забавнейшее Прослушивание И он там Проспросив и узнав Мою сексуальную ориентацию Как бы он в общем Особо слушать Дальше ничего не стало Он сказал Говорит Что, ну Ноги на месте Руки на месте Ну вроде противного Тебя ничего нет В целом В целом неплохо Заявка на победу Прокатит Дальше Вот И оно просто Это в смысле Вот так в театральном Поступает что ли? Что-то Просто вот пришел Вы потрепались Поржали Рассказали Пошлые анекдоты И все Ты в театральном? Все? Ты сейчас Очень многих обнадежил Люди воодушевились То есть Это был платный курс Надо только сказать Это важно И к нам относились Как к шлаку подножному Потому что Как бы вот те Кто на бюджет поступили Вот это да Те таланты Это да А вы платники Сидите себе Вообще не его Господи Боже мой Ну Дали возможность В альмаматор Значит Вот и не рыпайтесь Тут вообще Ну Что делать Такое тоже было И тем не менее Тем не менее Дико благодарен Потому что В общем Алексей Игоревич Как был Так и остался Моим единственным Главным мастером Который там Главные какие-то вещи О профессии И мне Умудрился Вкрутить в голову При том Что действительно Именно Репетицию Меня с ним Как с педагогом Например Было По пальцам Пересечать В пределах Пяти Но именно Вот на этих Пяти репетициях Произошли Какие-то Очень важные вещи Он Какие-то Очень важные Штуки Мог Для меня Донести В том числе Одну Очень важную Идею С которой Мы кстати Начали Из серии Быть тем Чему ты учишь Потому что Он сказал Однажды Очень Сильную вещь Которую Меня впечатлило Он говорит Я вообще не понимаю Как эти Замшелые Профессора Которые Последний раз Выходили на сцену В сорок девятом году При жизни Сталина Которые Вообще Не помнят Уже Что это Что это За тремор Что это За волнение За минуту До выхода Которые Близко Даже не помнят Как там страшно Сколько бы Тени Какой бы Ты не был Народный артист Как Райкин Говорит Каждый новый Спектакль Каждый Новая работа Это я начинаю Я превращаюсь В студента Первого курса Вот То есть У меня просто Быстрее процесс Этот происходит Но я начинаю Учиться заново Каждый новый спектакль Каждый новый спектакль У меня ни черта не получается Это все равно Всегда с нуля Я вообще не понимаю Как эти люди Говорит Шеннин Могут Имеют право Вообще Студентам Что-то рассказывать Про актерскую профессию Ты выйди Попробуй сам Ты выйди И попробуй Что-нибудь сделать Чтобы это не было Вообще Какое-нибудь Смехотворное Фиглярство И вот в этот момент Я так что-то сильно Про профессию понял Потому что Алексей Игоревич И был и остается Выдающимся артистом Шикарным Совершенно живым Феерическим абсолютно А сколько мы сейчас? Ну к 70-ти наверное Там 60 На тот момент Он был где-то 65 Но он в общем Блестящей форме По-прежнему И вот это для меня В тот момент Сработало сильно Не знаю Тогда я не понимал зачем Но сейчас я понимаю Очень четко Что для того Чтобы иметь право Условно говоря Рассказать Учить ораторскому мастерству Мне нужно иметь Постоянно Обновляющийся Субъективный опыт Как это происходит Потому что Помимо книжек Которых я прочитал Помимо тренингов На которые я сходил Помимо людей У которых я поучился У меня постоянно Есть какие-то Свои еще там Внутренние химии Которую я Постоянно осмысливаю Как у меня опять Это произошло И я Свою вот эту Какие-то интуитивные находки Я вынужден Постоянно переводить На понятный Человеку язык Чтобы он потом Мог Попробовать И у него получился Какой-то результат И в этом смысле Свежий собственный опыт Он вообще бесценен Поэтому вот эти вот Теоретики Тренеры теоретики Которые Я уже давно вышла Из большого секса Я на тренской работе Последние 50 лет Сори Согласна Здесь же еще видишь Процесс Такое взаимообновление К тебе приходят люди Они тоже тебе что-то отдают Несмотря на то Что они пришли на учебу И якобы Они в позиции ниже Они все равно Свежая струя Безусловно Конечно И потом Я пришел вчера Наверное в конференции Мы выступали У Парабеллума И там было Три человека Которых я готовил К выступлению И одну девчонку Я успел посмотреть Там были разные моменты Там было что-то удачно Что-то было не очень удачно Но там я тоже Какие-то для себя Важные штуки Наблюл И опять-таки Там становится На большой сцене Вообще становятся Видны вещи Которые ты Никогда не увидишь На репетиции Ты можешь Уготовиться И потом вдруг Человек выходит На площадку И из него Там же действительно Уникальное В этом смысле Пространство Вот эта энергия глаз Которая фокусируется На тебе Она вдруг Заставляет тебя Делать какие-то вещи Которым ты Подготовиться не мог И ты не можешь Их предугадать И они просто Начинают из тебя Ворваться И там начнут Ворваться Очень разные вещи Там начинают Лезть комплексы Зажимы Всякие глюки Левые убеждения Потому что Начаешь проговариваться Каждую секунду Потому что Это лупа такая Это огромная лупа Которая на тебя направлена Увеличительный стекло Согласен Так что В общем Иметь самому Свежий опыт Каждый раз И если ты Чему-то Чего людей учишь Это конечно Это Маст Маст хэв А по поводу Скажем Ты все-таки тренер Тренер играющий Вот мы с тобой Недавно смеялись Я бы сказал Даже актер Слэш тренер У меня это вообще Эти две профессии Ну да Это одно Я тоже не различаю Тем более Учитывая Что тренинг Игровой Оно все Одно к одному И складывается Это такой конструктор Лего Я просто к тому Что мы говорили Про всякие Смешные вот эти истории Там Выйти замуж за миллионера И бесконечные Женские тренинги Которые ведут Мужчины импозантные Которые учат Сосать черенки От лопат И на карачках Ползать по сцене Значит И излучать сексуальность Посильно И как там Пососулись Дебилеционный лицо Ну это любимое наше Это как бы Коронный номер Великий и неповторимый The one and only Просто нам Конечно Тут альфа-самец Обомлеет И поймет Что надо жениться Потому что Где же я вторую Такую наряду Иди ко мне Я вот Собственно к чему Понятно что Токсичность зашкаливает У этих людей Понятно что они Все делают ради денег Ради миллионов уже Потому что у них Серьезные заработки А вот нас смотрит Все таки Поскольку ты красивый Мужчина холостой Нас смотрят 685 женщин Скажи пожалуйста С высоты прожитых лет Андрюха Вот для тебя Качества Женские Основные Это какие Именно Не просто там Подруга дней Твоих суровых В смысле А вот именно Там условная Твоя Гипотетическая Фемина Пососулись Депилиционное лицо Это раз Черенок от лопат Это два Ох ты Вот сейчас Прям промяжь глаз Мне прилетело Сейчас я даже Ты понимаешь Я только что развелся С женщиной Которая вроде бы Всеми этими качествами Обладала Ты понимаешь Какая штука И поэтому Вот этот разговор Про человеческие качества Он вообще Такой Мне кажется Сложный Потому что Это попытка Найти волшебную кнопку Я понимаю Слушай Я же не требую шаблона Я вообще к тому А я размышляю вслух Я к тому Что волшебной кнопки Что вот если Собрать конструктор Из набора качества То это вообще Ничего не гарантирует Вот вообще Не пол раза Да ну наверное Это то состояние В первую очередь В котором я нахожусь Когда этот человек Находится рядом Это где-то же было У кого-то Я не помню Что Я люблю тебя За то какой я Когда ты со мной Ну да Вот это наверное важно Очень действительно Потому что Вот То какое пространство Этот человек создает Потому что Поле вот это Энергетическое И чем мы Мы чем-то фоним все И вот чем этот человек Будет фонить И насколько наши поля Будут совместимы Вот это дико важно Умение Ну умение разговаривать И быть в диалоге Дико важно Потому что Вот Наверное Опять-таки Помимо того Чтобы красиво сходиться Я убежден Что это еще Грандиозное искусство Красиво расходиться Потому что Мы С Яськой Встретились Нам было У меня было 17 лет Я был 19 То есть Ну ты понимаешь Что вот человек Который Сейчас здесь сидит Он сильно отличается От того человека Который был там 17-летний Да этот пацан И Но мы каким-то образом Допетрили Еще вот В самом начале Я потом узнал Что оказывается Терапевтическая система Целая на этом устроена А мы допетрили Сами Что оказывается Если будут возникать Какие-то проблемы То надо разговаривать Просто Надо садиться И причем Разговаривать Особым образом Вот разговаривать Не из серии Ты дурак Я тебя там А ты вообще Нет Вот не так Потому что Потому что так Все разговаривают Я понимаю Сначала долго Молчат 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 А потом разговаривают Один раз И после этого Подают на развод И поножовщина Да Или так А разговаривают Из позиции Слушай У меня вот Такая сложность Что делать будем И вот Когда взаимный вопрос Что делать будем Вот тогда Начинаются какие-то ответы И кстати говоря Это То Я честно сейчас могу Признаться Что это то правило Вот это условие Которое я же сам и нарушил И если говорить О причинах Почему мы разошлись То вот это одна из причин То что я в какой-то момент Замолчал вместо того Чтобы поговорить И потом наступил момент Когда Ну вот Условно говоря Немножко было поздно уже Но опять-таки В тот момент Когда Стало ясно Что вот эта Лошадь сдохла Это я про отношения сейчас Потому что Вот то что между Вот в какой-то момент Оно сдохло И нужно слезть Вот Умение разойтись так Чтобы Остаться И уважающими Друг другу людьми Любящими Друг другу людьми Да, согласен Это очень важно Вот Как раз вот этот диалог Он помогает В этот момент И По возможности Взять на себя Ответственность Все возможное Я вообще Вспоминаю Что вот там Александр Гаврилович Абдулов Как бы к нему не относиться Он сказал очень важную фразу Что ну Если мужчина и женщина Расходятся То ответственность во многом На мужчине лежит Что бы там ни происходило Хотя понятно Что бывают Разные ситуации Наверное Она там 50 на 50 Все-таки Но вот умение Взять на себя ответственность За то Там где ты точно Накосячил Сказать что Вот да я здесь Накосячил Сейчас уже Я не вижу Как это исправить Наверное Сейчас уже Вот момент Стоп То есть вот точку Это важно сейчас поставить Но я при этом Ни в чем тебя не обвиняю То есть я вот Честно признаю Что ну вот сейчас вот так При этом у меня остается Огромное количество Там разных К тебе Там у меня остается Много любви У меня остается Много заботы У меня остается Много там интереса К тому что с тобой Как происходит Ну просто сейчас важно Перестать делать друг другу больно Больно да Потому что определенные Сценарии Наработанные годами Уже настолько закрепились В каждой В своей колее Что вот сейчас развернуть их Просто поехать по другим рельсам С нуля Я не чувствую Я не чувствую ресурсы Я не знаю как И поэтому Наверное Давай мы сейчас поставим точку И постараемся Хотя бы сохранить то Что между нами Нам ценно друг в друге Там цена дружба Цена тепло Человеческая Да А там потом Если вдруг В какой-то момент Возникнет ощущение Что кажется Можно начать сначала То это будут Два других человека Которые абсолютно С нуля Заново все начинают И это будет Вообще другая песня И поэтому Мне кажется Что искусство расходится Это прямо искусство Я поэтому И прямо Когда услышала Историю твою Это правда Большой гандикап Когда люди Без скандалов Без претензий Без этих вечных криков Что ты там Урод Мне жизнь испортил 15 лет Юности моей отобрал И вообще ты мне По жизни должен Когда люди Без этого расходятся Это высший пилотаж И только такой человек Который на своей шкуре Все это пережил Вышел вверх Без претензий Без оскорблений Остался другом С тем родным уже человеком С которым ты был Там 15 лет Ну а как? Ну ты 15 лет Вы вместе Там под одной крышей Ели Невозможно вообще Люди друг друга Ножами режут После 25 лет брака И кричат Не для наших Интеллигентных слушателей Будет сказано Ты мне пидорас Вообще Кровищу Я тебя живьем Отпою Это же о чем говорит Это говорит ровно о том Что на протяжении 20 лет Да У каждого под крышкой Копилось Копилось И вылезло Согласно И потом Это вообще не дай бог Терпеть до того момента Когда у тебя трясет От того что ты живешь Рядом Что ты вопрос Тебе хочется уже взять Какой-нибудь тяжелый предмет Но это уже все Тут уже конечно Поздняк вообще Тут надо срочно Что-то с этим делать Удалять по разным комнатам У меня к сожалению Вот там были примеры Такие вот В ближайшем окружении А потом я считаю Что есть несколько серьезных Преимуществ в твоей ситуации Потому что во-первых Тебе досталась Мудрейшая женщина Которая вошла в диалог Это не истеричка Это не экзальтированная Какая-то там дурочка Которая бы ломала мебеля И кричала что Ты виноват Ты там гондон Ты кобель Слушай На такой я думаю Что я бы и не женился Не зарекайся Андрюха Ты же знаешь Небесную канцелярию Значит вот ты сейчас Можно нет Спасибо Как бы давай Я надеюсь Во-первых Мудрая красивая женщина Во-вторых Вы осознанными Подошли к решению То есть вы конечно Другие люди Когда люди разводятся Знаешь Либо в каком-то серьезном Климаксе Начинаются еще Гормональные изменения И у женщин условный Там страх Что я никогда не рожу Мне 56 Ты уходишь к молодой Это конечно Чуть другие истории И когда там дети Начинают плакать Папа не уходи Это тоже все утяжеляет Тысячекратно И конечно это страшные вещи Но вы два мудрых человека Опять же повторю Это слово осознанные Которые правда Вошли в диалог Все разрулили И сказали что вот сейчас мы прощаемся Если мы встретимся через год условно Другими абсолютно Мы начнем с чистого листа Обнимемся И может быть начнем сначала Поэтому я считаю Что только такой человек Может вести какие-либо тренинги Вообще А личным публичным Почему Да Просто знаю Огромное количество трениров Которые проповедуют Там знаешь Гармония в семье И лупят друг друга Поварешками И судятся потом По 9 лет Ну то есть это иллюзорная такая У них может быть там Трое детей Это может быть причем Мастер-перемастер На всю голову И он может быть прекрасен В каких-то отдельных контекстах Согласна Но если у человека Есть какая-то нерешенная боль Это самая страшная вообще штука В тренерской профессии Именно в тренерской Причем же как бы Это может себе позволить Ну не знаю там Учитель в средней школе Хотя не хорошо бы нет тоже Но когда ты Работаешь на пересечении Вот зрительских глаз Аудитории И ты Особенно Это касается трансформационных тренингов Когда речь не идет о том Что я учу завязывать шнурки Или я учу продажам Или я там Я учу Я не знаю там В форме Бухгалтерии Ну да Согласна А когда мы Собираемся в закрытом пространстве И начинаем Открывать по очереди Людям черепа И Там возникает Вот эта атмосфера Доверительности Абсолютно Вот этой интимности То там волей-неволей Ты обязан С себя все защитные механизмы Снять У тебя выхода другого нет Потому что в противном случае Эти люди за тобой не пойдут Ты можешь сколько угодно Вещать про Про рапорт Про доверительность Про то что Снимите свою защиту Что перестанете Та-та-та-та-та Что будьте открытыми Это все Да Можно бесконечно Вот играть Ничего не произойдет Потому что В этот момент Перестают работать Любые вот эти вот Ущищрения Инструментальная Все манипуляции Весь NLP Инструментарий Перестает работать Работает только Одно единственное Ты сам Ныряешь на ту глубину На которую ты хочешь Разговаривать Снимаешь там Все скафандры С себя Сидишь там И говоришь Я тут Дышать можно Давайте И я вас Потом обратно Туда же Где вы были Ну я вот Я тут И это опять-таки Танька На одном тренинге Сказала Я прям с ней За ней записал себе И у меня это вот Прямо уже пунктик такой Что глубина разговора На тренинге Определяется тренером Всегда больше никим Согласна И если ты не в состоянии Сам вот оказаться На этом уровне честности И у тебя начинают Невольно лезть Твои боли Твои зажимы Твои Страшки какие-то То тогда Сори И поэтому Вот в общем Как бы Самые Передовые люди В этой профессии Говорят Ребят с собой сначала Сначала с собой Разберитесь Сначала только с собой Со своей головой Сначала с собой Бесконечно И как у нас там Держи свой мозг В чистоте Подмывай его Время от времени Спасибо Как вы на этой Позитивной ноте На этой позитивной ноте Держите свой мозг В чистоте Дамы и господа Подмывайте его Время от времени Кстати уже Самое то время Вместо вечерней В вечерней Спокойной ночи малыши Во-первых Я надеюсь Что мы с тобой По следам По горячим Через неделю Повторим Уже С вопросами Мы сделаем так Мы сегодня Не имели возможности Мы попросим Всех написать Нам Дать обратную связь Понравилось Или не понравилось Хотят ли люди Что-то у тебя Узнать и спросить А потом Мы же Хотели делать Замечательный С тобой Семинар Про лошадь Сдохла слизь Я считаю Что это Самая важнейшая История Когда Что-то закончилось И быстро Понять Стоит оно Реанимировать Или не стоит Отпустить И вообще Изменить отношение К заканчиванию Чего бы то ни было Да Бестрагизм У нас же тоже есть В голове затык Что разрушение И это всегда плохо И это вообще Не дай бог И вообще Это давайте Не будем об этом Вот Я в этот момент Когда вот такое происходит Вот такие разговоры Я всегда вспоминаю Что вот там Где-то в космосе Далеко Там Взрываются Галактики Там значит Гаснут одни звезды Вспыхивают другие И нас Вот с нашей логики Нам кажется Что это просто Пипец Какой апокалипсис За какой ужас Кошмар А это неотъемлемые условия Развития вселенной Она эволюционирует Только таким образом И вот всякий раз Когда Возникает Какая-то кризисная ситуация Я понимаю Что это просто Необходимые условия Того Чтобы куда-то прийти И вот Снять рамку Ужаса Кошмара И апокалипсис И не дай бог С любых разрушительных процессов Это тоже Мне кажется Для взросления Вообще личности Это крайне важная штука Это фундамент Согласен И вообще Когда у человека Меняется точка сборки И он Из-за вот этой пресуппозиции Что это конец планеты У меня все Рассыпалось Переходит в осознание Что это просто Некая трансформация Это еще один шаг К чему-то Она все играет Другими Вот она Эта трансформационная Тошка Спасибо вам Спасибо большое Андрей Вы были Женщины Нам писали Что ты был Великолепный Потрясающий Невероятный И не только женщины Я скажу тебе Знаешь И Дмитрий Евгений В общем Понимаешь Женщина А также Дмитрий И даже Алексей И даже Алексей Окей Спасибо тебе огромное Это было правда Насыщенное Спасибо друзья Спасибо что были с нами И нам было интересно Поболтать Надеюсь что вам было интересно Особенно мы поболтали С людьми Послушать Нет нам было интересно Поболтать друг с другом А вам надеюсь было интересно С нами Так что до новых встреч И спасибо что вы терпели Мы два часа Спасибо Григорий Ситнинов Дело в том, что у нас было два демиурга сегодня. Это Григорий, богоносец, который подключил нас, понимаете, к пространственному временному континууму, единорогам. Кстати, вот единорог. И потрясающий сексолог, который нас контролирует. Который нам не мешал. Это именина, прекрасно. Она сейчас нам вколит препараты, и мы поедем в диспансер после этого. Так, кажется, ты не раскрывай, нам еще семинар вести. Сделай вид, что мы нормальные люди, пожалуйста, Андрей. Спасибо. Выйду ночью в поле с конем. Гриша, Гриша. Полем ночью идти, вырубай по пальцам.